Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Секция первая. Премудрый пескарь. Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку аридовые веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в Хайло не попали. И сыну тоже заказали. — Смотри, сынок, — говорил старый пескарь, умирая. — Коли хочешь жизнью жуировать, так и гляди в оба. А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит, куда ни обернется, везде ему мать. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха хребет в пицце и до смерти замучить. Даже свой брат пескарь и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтобы его, пескаря, напрасную смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и на рота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надеты-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на уду всего больше пескарей ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды», — говорил он. «Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, а в мухе-то смерть». Рассказывал так старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью, во всю ширину реки невод растянули. Да так версты с две по дну волоком и волокли. Страч, сколько тогда рыбы попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, даже лещей или живоков из тины со дна поднимали. А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли. Это не в сказке сказать, не пером описать. Чувствует, что его везут, а куда не знает. Видит, что у него с одного боку щука, с другого — окунь. Думает, вот-вот сейчас, или та, или другой его съедят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме — смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег, и начали рыбу, измотнив, траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное, серые облака от него вверх бегут, а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того, без воды тошно, а тут еще поддают. Слышит, костер, говорят. А на костре на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это котел, говорят. А под конец стали говорить, вали в котел рыбу, будет уха. И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыба к рыбину, та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется и присмиреет. Ухи, значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит. Какой от него, от малыша, прок для ухи, пущай в реке порастет. Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой. Прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же, сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она и заключается, однако и под ней в реке редко кто здравое понятие об ухе имеет. Но он, пескарь-сын, отлично запомнил поучение пескаря отца, да и на ус себе намотал. — Надо глядеть в оба, — сказал он себе, — а не то, как раз пропадешь. И стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, начея то в иле, то под водным лопухом, то в асоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться в пору. Вторым делом насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалований он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдень, когда вся рыба уже сыта, и бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдень выбежит кое-чего похватать, да что в полдень промыслишь. В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится, поглотает воды и шабаш. Лежит он день-день ской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает. Кажется, что я жив, ах, что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок, глядь, а на него целых полрыла из норы высунулась. Что, если бы в это время щуренок поблизости был, ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит, прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытащил на него костяные глаза, только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался, и целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна. Глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была, а он и щуку надул, не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось, а по честь, что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал, «Слава тебе, Господи, жив!» Но этого мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так, отцу шутя можно было прожить, в то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу не зарились, а хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескарьи в честь попали. Так уже тут не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком сто лет. Все дрожал, все дрожал, ни друзей у него, ни родных, ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется. Только дрожит, да одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его хвалить. Вот, кабы все так жили, то-то бы в реках тихо было. Да только они это нарочно говорили. Думали, он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я, тут его и хлоп. Но он и на эту штуку не поддался, и еще раз своей мудростью поздню врагов победил. Сколько прошло годов после ста лет, неизвестно. Только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает. Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова. Вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет. А ну-ка, в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул. Ведь эдак, пожалуй, весь пискарьи род давно перевелся бы. Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ея нет. Но этого мало. Для того, чтобы пискарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ея были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволить ей измельчать и выродиться в снятка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался и начал дрожа помирать. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости, кого он утешил, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слышал об нем, кто об его существовании вспомнит. И на все эти вопросы ему пришлось отвечать никому, никто. Он жил и дрожал, только и всего. Даже вот теперь смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде. Ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет. Когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования? Слышно ему, как мимо его нары шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пескари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет. Дай-ка, спрошу я у премудрого пескаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить. И ни щука его не заглотала, ни рак калешней не перешит, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят, слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылый свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал, то есть не то, что дремал, а забываться уже стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу и стома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон, выиграл, будто бы он двести тысяч, вырос на целых полоршина и сам щуп глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли крешнёй перешиб? Или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер, потому что какая сласть щуки глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же ещё и премудрого. Конец секции первой «Премудрый пескарь» читала Лика. Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция вторая самоотверженный заяц Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалёку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит «Заенька, остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а ещё пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе моё решение!» Приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так, как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запаса у нас ещё дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть, я тебя и помилую!» Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнётся. Только об одном думает. Через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящее волчье око смотрит. А в другой раз и ещё того хуже. Выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него и что-то волк волчихе по волчьему скажет и оба зальются. Ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся, играючи к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат, а у него у заяца сердце так и закатится. Никогда он так не любил жизнь, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет чая его теперь невеста, думает, изменил мне косой. А может быть, подождала, подождала, да с другим слюбилась. А может быть и так, играла бедняжка в кустах, а тут ее волк и слопал. Думает эта бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, зайчи-то, мечты, жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай сахар пить, а вместо всего, куда угодил. А сколько без часов до смерти-то осталось. И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал. А сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит. Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается, он это невестин брат. «Невеста-то твоя помирает?» говорит. Прослышала, какая над тобой беда стряслась и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает. Неужто я так и помру, не простившись ненаглядным моим? Слушал эти слова осужденный и сердце его на части разрывалось. За что? Чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил. Бежал по своей надобности. Неужто ж за это смерть? Смерть, подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайке, которая тем только и виновата, что его косого всем сердцем полюбила. Так бы он к ней полетел, взял бы ее серенькую зайку передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил. Бежим, говорил между тем посланец. Услышав это слово, осужденный на минуту словно преобразился, совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел и закатилось зайче сердце. Не могу, говорит, волк не велел. А волк между тем все видит и слышит и потихоньку по волчи с волчихой перешептывается. Должно быть, зайца за благородство хвалят. Бежим, опять говорит посланец. Не могу, повторяет осужденный. Что вы там шепчетесь, злоумышляете, как гаркнет вдруг волк. Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец. Подговор часовых к побегу, что беж за это по правилам полагается. Ах, быть серой зайки и без жениха и без братца обоих волк с волчихой слопают. Опомнились косые, а перед ними и волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте словно фонари так и светятся. Мы, ваше благородие, ничего, так промежду себя. Землячок проведать меня пришел, лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху. То-то ничего, знаю я вас, пальца вам тоже в рот не клади, сказывайте в чем дело. Так и так, ваше благородие, вступился тут невестин брат, сестрица моя, а его невеста помирает, так просить нельзя ли его проститься с нею отпустить. Хм, это хорошо, что невеста жениха любит, говорит волчиха. Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много, сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить что ли жениха к невесте проститься? Да ведь его на послезавтра есть назначено. Я, ваше благородие, прибегу, я мигом оборачу, меня это, вот как бог свят прибегу, заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал, вот как бы у меня солдаты такие были. А волчиха пригорюнилась и молвила, вот поди ж ты, заяц, а как свою зайчиху любит. Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку обратил, а невестина брата амонатом у себя оставил. Коли не воротишься через двое суток к шести с часам утра, сказал он, я его вместо тебя съем, а коли воротишься, обоих съем, а может быть, и помилую. пустился косой как из лука стрела, бежит, земля дрожит, гора на пути встретится, он ее на уру возьмет, река он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет, болото он с падой кочки на десятую перепрыгивает, шутка ли, в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться, непременно женюсь, ежеминутно твердил он себе, да обратно, чтоб к волку на завтрак поспить, даже птицы быстроте его удивлялись, говорили, вон в московских ведомостях пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как улепетывает, прибежал наконец, сколько тут радостей было, этого ни в сказке не сказать, ни пером описать, серенькая зайька как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла, встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками кавалерийскую рысь выбивать, это она сюрприз жениху приготовила, а вдова зайчиха так просто засовалась совсем, не знает куда усадить нареченного зятюшку, чем накормить, пробежали тут тетки со всех сторон, до кумы, до сестрицы, всем лестно на жениха посмотреть, а может быть и лакомого кусочка в гостях отведать, один жених словно не в себе сидит, не успел с невестой намиловаться, как уже затвердил, мне бы в ваню сходить, да жениться поскорее, что больно к спеху занадобилось, подшучивает над ним зайчиха мать, обратно бежать надо, только на одни сутки волк и отпустил, рассказал он тут как и что, рассказывает, а сам горькими слезами разливается, и воротиться то ему не хочется, и не воротиться нельзя, слово виждал, а заяц своему слову господин, судили тут тетки и сестрицы, и те в один голос сказали, правду ты косой молвил, не давши слова крепись, а давши держись, никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтоб зайцы обманывали, скоро сказка сказывается, а дело про между зайцев еще того скорее делается, к утру косого окрутили, а перед вечером он уже прощался с молодой женой, беспременно меня волк съест, говорил он, так ты будь мне верна, а ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго, лучше же всего отдай ты их в цирк, там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат, и вдруг словно в забытии, опять стало быть про волка вспомню, прибавил, а может быть волк меня и помилует, только его и видели, между тем, покуда косой жировал, до свадьбы справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились, в одном месте дожди пролились, так, что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась, в другом месте король Арон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сражение кипело. В третьем месте холера проявилась, надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть, а кроме того, волки, лисицы, совы на каждом шагу так истерегут. Умён был косой, зараньше так рассчитал, чтоб три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другим препятствия, сердце в нём так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит, глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон ещё сколько бежать осталось, и всё-то ему другом анать, как живой мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает, через сколько-то часов милый зятёк на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и ещё шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота, всё ему нипочём. Сколько раз сердце в нём разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слёз, пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать. Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули, в воздухе холодком пахнуло, и вдруг всё кругом затихло, словно повымерло. А косой всё бежит, и всё одну думу думает. Неужто ж я друга не выручу? Залел восток. Сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнём брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг пламя. Роса на траве загорелась, проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки, дымком откуда-то потянуло. Во ржи и во всах словно шёпот пошёл, слышнее, слышнее, а косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит, погубил я друга своего, погубил. Но вот наконец гора, за этой горой болото, и в нём волчье логово. Опоздал косой, опоздал. Последние силы напрягает он, чтобы вскочить на вершину горы. Вскочил, но он уже не может бежать, он падает от изнеможения, неужто ж он так и не добежит. Волчье логово перед ним как на блюдечке, где-то вдали на колокольне бьёт шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьёт в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошёл комонату, сгрёб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины, одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут обсели кругом отца-матери, щёлкают зубами, учатся. «Здесь я, здесь!» крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе, и кубарем скатился с горы в болото. И волк его похвалил. «Вижу, сказал он, что зайцам верить можно, и вот вам моя резолюция. Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас помилую». Конец секции 2. «Самоотверженный заяц». Читала Лика. Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись «Лебревокс» является общественным достоянием. Запись сделал товарищ. Секция 3. Бедный волк Другой зверь, наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию. Однако ж, не по своей воле он так жесток, а потому что комплекция у него каверзная, ничего он, кроме мясного, есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо жизни лишить. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой. Нелегко ему пропитание его достается. Смерть-то ведь никому не сладка, а он именно только со смертью ко всякому лезет. Поэтому кто посильнее, сам от него обороняется, а иного, который сам защититься не может, другие обороняют. Частенько таки волк голодный ходит, да еще с помятыми боками вдобавок. Сядет он в ту пору, поднимет рыло кверху и так пронзительно воет, что на версту кругом у всякой живой твари от страху до от тоски душа в пятки уходит. А волчиха его еще тоскливее подвывает, потому что у нее волчата, а накормить их нечем. Нет того зверя на свете, который не ненавидел бы волка, не проклинал бы его. Стоном стонет весь лес при его появлении. Проклятый волк, убийца, душегуб! И бежит он вперед да вперед, голову повернуть не смеет, а вдогонку ему разбойник, живорез! Уволок волк с месяц тому назад у бабы овцу. Баба-то и осю пору слез не осушала проклятый волк душегуб! А у него с тех пор маковые росинки в пасте не было, овцу-то сожрал, а другую зарезать не пришлось. И баба воет, и он воет, как тут разберешь? Говорят, что волк мужика обездоливает. Да ведь и мужик тоже, как обозлиться, куда люд бывает. И дубьем-то он его бьет, и из ружья в него палит, и волчьи ямы роет, и капканы ставит, и облавы на него устраивает. Душа губ, разбойник, только и раздается проволка в деревнях. Последнюю корову зарезал, остатную овцу уволок. А чем он виноват, коли иначе ему прожить на свете нельзя? И убьешь-то его, так проку от него нет, мясо негодное, шкура жесткая, не греет, только и корысти-то, что вдоволь над ним проклятым натешишься, да на вилы живьем поднимешь. Пускай, гадина, капля по капле кровью исходит. Не может волк, не лишая живота, на свете прожить. Вот в чем его беда. Но ведь он этого не понимает. если его злодеем зовут, так ведь и он зовет злодеями тех, которые его преследуют, увечат, убивают. Разве он понимает, что своею жизнью другим жизням вред наносит? Он думает, что живет только и всего. Лошадь тяжести возит, корова дает молоко, овца волну, а он разбойничает, убивает. И лошадь, и корова, и овца, и волк все живут, каждый по-своему. И вот нашелся однако между волками один, который долгие веки все убивал, да разбойничал, и вдруг под старость догадываться начал, что есть в его жизни что-то неладное. Жил этот волк с молоду очень шибко, и был одним из немногих хищников, который почти никогда не голодал. И день, и ночь он разбойничал, и все ему с рук сходило. У пастухов из-под носу баранов утаскивал, во дворы по деревням забирался, коров резал, лесника однажды до смерти загрыз, мальчика маленького у всех на глазах с улицы в лес унес. Слыхал он, что его за эти дела все ненавидят и клянут, да только лютей и лютей от этих покоров становился. Послушали бы, что в лесу то делается, говорил он, не той минуты, чтоб там убийства не было, чтоб какая-нибудь зверюга не вирижала, с жизнью расставаясь, так неужто ж на это смотреть. И дожил он таким родом, промежу разбоев до тех лет, когда волк уж матером называется. Отяжелел маленько, но разбои все-таки не оставил, напротив, словно бы даже полетел. Только и попадись он нечаянно в лапы к медведю. А медведи волков не любят, потому что и на них волки шайками нападают, и частенько таки слухи по лесу ходят, что там-то и там-то Михаила Иванович оплошал, в клочки серые вороги шубу ему разорвали. Держит медведь волка в лапах и думает, что мне с ним с подлецом делать, ежели съесть, с души сопрет, ежели так задавить да бросить, только лес запахом его падали заразишь. Дай посмотрю, может быть, у него совесть есть. Коли есть совесть, да поклянется он вперед не разбойничать, я его отпущу. — Волк, а волк, молвит Топтыгин, неужто у тебя совести нет? — Ах, что вы, ваше степенство, ответил волк, разве можно хоть один день на свете без совести прожить? — Стало быть, можно, коли ты живешь. Подумай, каждый божий день только и вестей про тебя, что ты или шкуру содрал, или зарезал, разве это на совесть похоже? Ваше степенство, позвольте вам доложить, должен ли я пить есть, волчиху свою накормить, волчат воспитать? Какую вы на этот счет резолюцию изволите положить? — подумал, подумал Михаил Иванович. Видит, коли положено волку на свете быть, стало быть, и прокормить он себя право имеет. — Должен, говорит, а ведь я, кроме мясного, не ни. Вот хоть бы ваше степенство, к примеру, взять, вы и малинкой полакомитесь, и метком от пчел позаимствуетесь, и овсица пососете. А для меня ничего этого хоть бы не было. Да, опять же, и другая вольгота у вашего степенства есть. Зимой, как заляжете вы в берлогу, ничего вам, кроме собственной лапы, не требуется, а я и зиму, и лето не той минуты, чтоб я о пище не думал. И все об мясце. Так каким же родом я эту пищу добуду, коли прежде не зарежу или не задушу? Задумался медведь над этими волчьими словами, однако все еще попытать хочет. Да ты бы, говорит, хоть полегче, что ли. Я и то ваше степенство, сколько могу облегчаю, лисица, таз зудит, рванет раз и отскочит, потом опять рванет и опять отскочит, а я прямо за горло хватаю, шабаш. Еще пуще задумался медведь, видит, что волк ему правду матку режет, а отпустить его все еще опасается, сейчас он опять за разбойные дела примется. Раскайся, волк, говорит, не в чем мне ваше степенство кается, никто своей жизни не ворог, и я в том числе, так в чем же тут моя вина? Да ты хоть пообещай, и обещать ваше степенство не могу, вот лиса, та вам что хотите обещает, а я не могу. Что делать? Подумал, подумал медведь, да наконец и решил, при несчастнейшей ты есть зверь, вот что я тебе скажу, молвил он волку, не могу я тебя судить, хоть и знаю, что много беру на душу греха, отпуская тебя, одно могу прибавить, на твоем месте я не только бы жизнью не дорожил, а за благо бы смерть для себя почитал, и ты над этими моими словами подумай, и отпустил волка на все четыре стороны. Освободился волк из медвежьих лап, и сейчас опять за старое ремесло принялся, стонет от него лес, да и шабаш, повадился в одну и ту же деревню, в две, в три ночи целое стадо зря перерезал, и ништо ему. Заляжет с сытым брюхом в болоте, потягивается до глаза жмурит. Даже на медведя своего благодетеля войной пошел, да тот по счастью вовремя спохватился, да только лапой ему издали погрозил. Долго ли, коротко ли он так буйствовал, однако и к нему наконец старость пришла. Силы убавились, проворство пропало, да вдобавок мужичок ему спинной хребет поленом перешиб. Хоть и отлежался он, а все-таки уж на прежнего удальца живореза не похож стал. Кинется вдогонку за зайцем, а ног-то уж нет. Подойдет к лесной опушке, овечку из стада попробует унести, а собаки так и скачут, заливаются, подожмет он хвост, да и бежит с пустом. «Никак я уж и собак бояться стал», спрашивает он себя. Воротится в логово и начнет выть. Сова в лесу рыдает, да он в болоте воет, страсти господни, какой поднимется в деревне переполох. Только промыслил он однажды ягненочка и волочет его за шиворот в лес. А ягненочек-то самый еще не смысленочек был. Волочет его волк, а он не понимает. Только одно твердит. Что такое, что такое? «А я вот покажу тебе, что такое, мерзавец!» остервенился волк. «Дяденька, я в лес гулять не хочу, я к маме хочу, не буду я, дяденька, не буду!» Вдруг догадался ягненочек и не то заблеял, не то зарыдал, «Ах, пастушок, пастушок, ах, собачки, собачки!» остановился волк и прислушивается. Много он на своем веку овец перерезал, а все они какие-то равнодушные были. Не успеет ее волку хватить, а она уж и глаза зажмурила, лежит, не шелохнется, словно натуральную повинность исправляет. «А вот и малыш, а пойди как плачет, хочется ему жить!» «Ах, видно, и всем эта распостылая жизнь сладка!» «Вот и он, волк, стар-стар, а все бы годков еще сотенку пожил!» И припомнились ему тут слова Топтыгина. «На твоем бы месте я не жизнь, а смерть за благо для себя почитал». «Отчего так? Почему для всех других земных тварей жизнь благо, это, а для него она проклятие и позор?» не дождавшись ответа, выпустил из пасти ягненка, а сам побрел, опустив хвост в логово, чтоб там на досуге умом раскинуть. Но ничего ему этот ум не выяснил, кроме того, что он уж давно знал, а именно, что никак ему, волку, иначе прожить нельзя, как убийством и разбоем. Лег он плашмя на землю и никак улежать не может. Ум одно говорит, а нутро чем-то другим загорается. Недуги, что ли, его ослабили, старость ли вразор разорила, голод ли измучил, только не может он прежней власти над собой взять. Так и гремит у него в ушах «Проклятый, душегуб, живорез!» Что ж в том, что он за собой вольной вины не знает, ведь проклятий-то все-таки не заглушишь? Ох, видно правду, сказал медведь, только и остается, что руки на себя наложить. Так ведь и тут опять горе. Зверь ведь он даже рук на себя наложить не умеет. Ничего сам собой зверь не может, ни порядка жизни изменить, не умереть. Живет он словно во сне и умрет словно во сне же. Может быть, его псы растерзают или мужик подстрелит, так и тут он только захрапит, да корча его на мгновенье сведет, и дух вон. А откуда и как пришла смерть, он и не догадается. Вот разве голодом он себя изведет? Нынче он уж и за зайцами гоняться перестал, только около птиц ходит, поймает молодую ворону или витютня, только этим и сыт. Тогда же и тут прочие витютни хором кричат проклятый, проклятый, проклятый. Именно проклятый. Ну как таки только затем жить, чтобы убивать и разбойничать? Положим, несправедливо его проклинают нерезонно, не своей волей он разбойничает, но как не проклинать? Сколько он зверья на своем веку погубил, сколько баб, мужиков обездолил, на всю жизнь несчастными сделал. Много лет он в этих мыслях промучился, только одно слово в ушах его и гремело проклятый, проклятый, проклятый. Да и сам себе он все чаще и чаще повторял именно проклятый, проклятый и есть душа, губ, живорез. И все-таки мучимый голодом шел на добычу, душил, рвал и терзал. И начал он звать смерть. Смерть, смерть, хоть бы ты освободила от меня зверей, мужиков и птиц, хоть бы ты освободила меня от самого себя. День и ночь выл он на небо глядючи, а звери и мужики, слыша его вой, в страхе вопили души губ, души губ, души губ. Даже небу пожаловаться он не мог без того, чтоб проклятия на него со всех сторон не сыпались. Наконец смерть сжалилась таки над ним. Появились в той местности лукаши. Сноска. Лукаши, мужички из Великолудского уезда Псковской гувернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. И соседние помещики воспользовались их прибытием, чтобы устроить на волка охоту. Лежит однажды волк в своем логове и слышит «зовут». Он встал и пошел, видит впереди путь вехами означен, а сзади и сбоку мужики за ним следят, но он уже не пытался прорваться, а шел, опустив голову навстречу смерти. И вдруг его ударило прямо между глаз. Вот она, смерть избавительница. Конец секции 3 Бедный волк Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись Лебри Вокс является общественным достоянием. Секция 4 Карась идеалист Карась с Ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одной правдой прожить, а Ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтобы не слукавить. Что именно разумел Ерш под выражением слукавить, неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, Карась в негодовании восклицал, но ведь это подлость, на что Ерш возражал, вот уже увидишь. Карась рыба смирная и к идеализму склонная, недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи, где потише, или пруда, зарывшись в выл и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально полежит, полежит, да что-нибудь и выдумает, иногда даже и очень вольное. Но так, как Караси не в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на Карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны. Ловят Карасей по преимуществу сетью или неводом. Но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, Карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мутню, чтобы потом сделаться жертвой человеческого чревоугодия, ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо, особенно изжаренное в сметане, что предводители дворянства охотно подчуют ими даже губернаторов. Что касается доершей, то эта рыба уже тронутая скептицизмом и при том колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон. Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, не знаю, знаю только, что однажды сошедших сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается. Первым всегда задирал карась. Не верю, говорил он, чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием. «Дожидайся!» иронизировал Ёрш. Ёрш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у нее на сердце. Ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уши в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распри видит, вместо прогресса всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает блаженненьким, хотя в то же время сознает, что с ним только и можно душу отводить. «И дождусь!» отзывался карась. И не я один все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности. Но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма совершившийся факт, а свет чаемое будущее. И будет свет, будет. Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет. Каких таких щук? Удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили «На то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся. «Ах, фофан ты, фофан, мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь». Йорш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал во своей оси, но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались, в воде-то скучно, и опять начинали диспутировать. «В жизни первенствующую роль добро играет», разглагольствовал Карась. «Зло это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается». «Держи карман!» «Ах, Йорш, какие ты несообразные выражения употребляешь!» «Держи карман!» «Разве это ответ?» «Да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует! Глупый ты! Вот тебе и сказ связь!» «Нет, ты послушай, что я тебе скажу!» «Что зло никогда не было зиждущей силой, об этом и история свидетельствует!» «Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, и зиждущей силой являлось только добро!» «Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход, парением ума!» «Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории!» «Потому что ведь в сущности что такое история?» «История» «Это повесть освобождения!» «Это рассказ торжества добра и разума над злом и безумием!» «А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены!» «Подтрунивал Йорж!» «Не посрамлены еще, но будут посрамлены, это я тебе верно говорю!» «И опять-таки сошлюсь на историю, сравни, что некогда было с тем, что есть!» «И ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась! Возьми хоть бы нашу рыбную породу! Прежде нас во всякое время ловили и преимущественно во время хода, когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем! А нынче именно во время хода-то и признается вредным нас ловить! Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли, в Урале сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче шабаш! Неводы до верши и до уды больше, что бни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают! Какие неводы, по какому случаю, на какой предмет? А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть! В какую такую уху? Удивлялся карась. Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь, чтобы споры вести и мнение отстаивать, надо по малой мере с обстоятельствами дела наперед познакомиться! О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истинно не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха! Брысь! Заколю! Ёрш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья противники опять сплывались и новый разговор затевали. Намеднись в нашу заводь щука заглядывала, объявлял Ёрш. Та самая, о которой ты намеднись упоминал? Она приплыла, заглянула, молвила, что-то будто уж слишком здесь тихо, должно быть тут карасям вот. И с этим уплыла. Что ж мне теперь и че делать? Изготовляться только и всего, уже как приплывет она, да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло. Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват? Глуп ты вот в чем твоя вина, да и жирен вдобавок, а глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть. Не может такого закона быть, искренне возмущался карась, и щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу, правдой ты я ее до седьмого пота прошибу. говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторяю, фофан, фофан, фофан. Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем, но через несколько дней смотришь, привычка опять взяла свое. Вот кабы все рыбы между собой согласились, загадочно начинал карась, но тут уж и самого ерша брала оторопь. О чем этот фофан речь заводит, думалось ему, того, гляди, прорвется, а тут главель неподалеку похаживает, ишь, и глаза в сторону словно не его дело скосил, а сам знай прислушивается. А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет, убеждал он карася, не для чего пасть-то разевать, можно и шепотком что нужно сказать. Не хочу я шептаться, продолжал карась невозмутимо, а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда, но тут Йорш грубо прерывал своего друга. С тобой видно гороху наевшись говорить надо, кричал он на карася, и навостривший лыжи уплывал от него восвояси. И досадно ему, да и жалко карася было, хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст, в ком нынче качества ты эти сыщешь. Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот платва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки того и гляди, непонимающий сболтнет. Об головлях, езях, линях и прочей челяди и говорить нечего, за червяка присягу под колоколами принять готовы. Бедный карась, не за грош он между ними пропадет. Посмотри ты на себя, говорил он карасю, ну какую ты неровен час оборону из себя представить можешь. Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негоразда, рот чуточный. Даже чешуя на тебе и та несерьезная, ни проворства в тебе ни юркости, как есть уволень. Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь. Да за что же меня есть, коли я не провинился, по-прежнему упорствовал карась. слушай, дурья порода, едят-то разве за что? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят, потому что есть хочется только и всего, и ты чай ешь? Не попусту носом-то в ил роешься, а ракушек вылавливаешь. Им ракушкам жить хочется, а ты простофиля ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь. Помнишь, как ты на меднись говорил, вот кабы все рыбы между собой согласились, а что если бы ракушки между собой согласились, сладко ли бы тебе простофили тогда было? Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел. Но ракушки ведь это пробормотал он смущенно ракушки ракушки а караси караси ракушками караси лакомятся а карасями щуки и ракушки ни в чем не повинны и караси не виноваты а и те и другие должны ответ держать хоть сто лет об этом думай а ничего другого не выдумаешь спрятался после этих ершовых слов карась в самую глуптины и стал на досуге думать думал думал и между прочим ракушек ел доел и что больше ест то больше хочется наконец однако додумался я не потому чтобы ее не проглотить потяни рылом воду а ну в забу тебя уж видимо невидимо ракушек кишит я не ловлю их сами в рот лезут ну а карась совсем другое караси брат от десяти вершков бывают так с этим стариком еще поговорить надо прежде нежели его съесть надо чтобы он серьезную пакость сделал ну тогда конечно вот как щука проглотит тебя тогда ты узнаешь что надо для этого сделать а до тех пор лучше помалчивал бы нет я не стану молчать хоть я отругу щук не видывал но только могу судить по рассказам что и они к голосу правда не глухи помилуй скажи может ли такое злодейство статься лежит карась никого не трогает и вдруг не дай не вынеси за что к щуке в брюхо попадает ни в жизнь я этому не поверю чудак да ведь намеднись на глазах у тебя монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил как ты думаешь любоваться что ли он на карасей то будет не знаю только это еще бабушка надвое сказала что с теми карасями сталось и на их съели и на всажалку посадили и живут они там припеваючи на монастырских хлебах ну живи коли так и ты сорви голова проходили дни за днями а диспутам карася с ершом и конца было не видать место в котором они жили было тихое даже слегка зеленую плесенью подернутая самое для диспутов благоприятное о чем ни калякой какими мечтами не задавайся безнаказанность полная это до такой степени ободрило карася что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал надобно чтоб рыбы любили друг друга ораторствовал он чтоб каждая за всех а все за каждую вот когда настоящая гармония осуществится желал бы я знать как ты с своей любовью к щуке подъедешь расхолаживал его ерш я брат подъеду стоял на своем карась я такие слова знаю что любая щука в одну минуту от них в карася превратится анутка скажи да просто спрошу знаешь ли мол щука что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает огорошил нечего сказать а хочешь я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю а нет сделай милость ты этим не шути или только тогда мы рыбы свои права сознаем когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут а на кой тебе лад гражданские чувства подадобились все-таки то-то все-таки гражданские это чувства только тогда ко двору когда перед ними простор открыт а что же ты с ними в тине лежа делать будешь не в тине а вообще например например монах меня в ухе захочет сварить а я ему скажу не имеешь отче права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать а он за грубо за грубо на сковороду мухи 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 черви пауки водяные блохи наконец раки змеи лягушки и все это добро все на потребу а для щук на потребу караси отрезвлял его ерш нет карась сам себе давлеет если природа ему не дала оборонительных средств как тебе например то это значит что надо особливый закон в видах обеспечения его личности издать а ежели тот закон исполняться не будет тогда надо внушение распубликовать лучше дескать совсем законов не издавать ежели он и не исполнять и ладно будет полагаю что многие устыдятся повторяю дни проходили за днями а карась все бредил другому за это хоть щелчок бы в нос дали а этому ничего и растобаровал бы он таким родом аридовы веки если бы хоть крошечку поостерегся но он так уж о себе возмечтал что совсем из расчета вышел припускал да припускал как вдруг к нему головель с повесткой на завтра дескать щука изволит в заводь прибыть так ты карась смотри чуть свет ответ держать явись карась однако не оробел во первых он столько разнообразных отзывов о щуке слышал что и сам познакомиться с ней любопытствовал а во вторых он знал что у него такое магическое слово есть которое ежели его сказать сейчас самую лютую щуку в карася превратит и очень на это слово надеялся даже Ёрш видя такую его веру задумался не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении может быть и в самом деле щука только того и ждет чтоб ее полюбили благой совет ей дали ум и сердце ее просветили может быть она добрая да и карась пожалуй совсем не такой простофиля каким по наружности кажется а напротив того с расчетцем свою карьеру облаживает вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду какой она отроду ни от кого не слыхивала а щука возьмет да и скажет за то что ты мне карась самую сущую правду сказал жалую тебя эту заводью будь ты над нею начальник приплыла наутро щука как пить дала смотрит на нее карась и дивится каких ему про щуку сплеток не наплели а она рыба как рыба только рот до ушей до хайло такое что как раз ему карасю пролезть слышала я молвила щука что очень ты карась умен и разглагольствовать мастер хочу я с тобой диспут иметь начинай об счастье я больше думаю скромно но с достоинством ответил карась чтобы не я один а все были бы счастливы чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было а ежели которая в тину спрятаться захочет то и в тине пускай полежит и ты думаешь что такому делу статься возможно не только думаю но и сейчас на сего ожидаю например плыву я а рядом со мною карась так что же такое в первый раз слышу а ежели я обернусь да карасята съем такого закона вашего высокостепенства нет закон говорит прямо ракушки комары мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием а кроме того позднейшими разными указами к пище сопричислены водяные блохи пауки черви жуки лягушки раки и прочие водяные обыватели но не рыбы маловато для меня головель неужто такой закон есть обратилась щука к головлю в забвении ваше высокостепенство ловко вывернулся головель я так и знала что не можно такому закону быть ну а еще ты чего сейчас на карась ожидаешь а еще ожидаю что справедливость восторжествует сильные не будут теснить слабых богатые бедных что объявится такое общее дело в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет ты щука всех сильнее и ловче ты и дело на себя посильнее возьмешь а мне карасю по моим скромным способностям и дело скромное укажут всякий для всех и все для всякого вот как будет когда мы друг за дружку стоять будем тогда и подкузмить нас никто не сможет не вот то еще где покажется а уж мы драло кто под камень кто на самое дно в ил кто в нору или под корягу уху то пожалуй что видно бросить придется не знаю не очень то любят люди бросать то что им вкусным кажется ну да это еще когда то будет а вот что так значит по твоему и я работать буду должна как прочие так и ты в первый раз слышу поди проспись проспался ли нет ли карась но ума у него во всяком случае не прибавилось в полдень опять он явился на диспут и не только без всякой робости но даже против прежнего веселее так ты полагаешь что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь прямо поставила вопрос щука все друг от дружки от общих взаимных трудов понимаю друг от дружки а между прочим и от меня думается однако что ты это зазорные речи говоришь головель как по нынешнему такие речи называются сицилизмом ваш высокостепенство так так и знала давненько я услышу бунтовские мол речи карась говорит только думаю дай лучше сама послушаю ан вот ты каков молвивши это щука так выразительно щелкнула по воде хвостом что как не прост был карась но и он догадался я ваше высокостепенство ничего пробормотал он в смущении это я по простоте ладно простота хуже воровства говорят ежели дуракам волю дать так они умных со свету сживут наговорили мне о тебе с три короба а ты карась как карась только и всего и пяти минут я с тобой не разговариваю а уж до смерти ты мне надоел щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела что он уж и совсем понял но должно быть она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось как только щука умолкла его со всех сторон обступили головли и взяли под караул вечером еще не успела солнышко сесть как карась в третий раз явился к щуке на диспут но явился уж под стражей и при том с некоторыми повреждениями а именно окунь допрашивая покусал ему спину и часть хвоста но он все еще бодрился потому что в запасе у него было магическое слово хоть ты мне и супротивник начала опять первая щука да видно горе мое такое смерть диспут люблю будь здоров начинай при этих словах карась вдруг почувствовал что сердце в нем загорелось в одно мгновение он подобрал живот затрепыхался защелкал по воде остатками хвоста и глядя щуки прямо в глаза во всю мочь гаркнул знаешь ли ты что такое добродетель щука разинула рот от удивления машинально потянула она воду и вовсе не желая проглотить карася проглотила его рыбы бывшие свидетельницами этого происшествия на мгновение остолбенели но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать благополучно ли она поужинать изволила не подавилась а ёрш который уж заранее все предвидел и предсказал выплыл вперед и торжественно провозгласил вот они диспуты наши каковы конец секции 4 карась идеалист сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин эта запись Лебри Вокс является общественным достоянием секция 5 добродетели и пороки добродетели с пороками истори во вражде были пороки жили весело и ловко свои дела обделывали а добродетели жили по сирея но зато во всех азбуках и хрестоматиях как пример для подражания приводились а в тихомолку между тем думали вот кабы и нам подобно порокам удалось хорошенькое дельце обделать да признаться сказать под шумок и обделывали трудно сказать с чего у них первоначально распря пошла и кто первый задрал кажется что добродетели первые начали порок-то шустрый был и на выдумке гораздый как пошел он словно конь борзый пространство ногами забирать да в парчах да в шелках по белу свету щеголять добродетели-то за ним и не поспели и не поспевшие огорчились ладно говорят щеголяй нахал в шелках мы и в рубище от всех почтены будем а пороки им в ответ и будьте почтены с Богом не стерпели добродетели насмешки и стали пороки на всех перекрестках костить выйдут в рубящах на распутье и пристают к прохожим не правда ли господа честные что мы вам и в рубище милы а прохожие в ответ ишь вас солопниц сколько развелось проходите не задерживайте Бог подаст пробовали добродетели и к городовым за содействием обращаться вы чего смотрите совсем публику распустили ведь она того и гляди по уши в пороках погрязнет но городовые знай себе стоят да пороком под козырек делают так и остались добродетели ни при чем только пригрозились досады вот погодите ушлют вас уже за ваши дела на каторгу а пороки между тем все вперед да вперед бегут да еще и похваляются нашли говорят чем стращать каторгой для нас то еще либо будет каторга либо нет а вы с самого рождения в ней по уши сидите ишь злецы кости да кожа а глаза посмотри как горят щелкают на пирог зубами а как к нему приступиться не знают словом сказать разгоралась распря с каждым днем больше и больше сколько раз даже до открытого боя дело доходило но и тут фортуна почти всегда добродетелям изменяла одолеют пороки изукуют добродетели в кандалы сидите злоумышленники смирно и сидят покуда начальство не вступится да на волю не выпустит в одной из таких баталий шел мимо Иванушка дурачок остановился и говорит сражающимся глупые вы глупые из-за чего только вы друг друга увечите ведь первоначально то вы все одинаково свойствами были а это уж потом от безалаберности да от каверза людской добродетели да пороки пошли одни свойства понажали другим вольный ход дали колесики то в машине и поиспортились и воцарились на свете смута свара скорбь а вы вот что сделаете обратитесь к первоначальному источнику может быть на чем нибудь и сойдетесь сказал это и пошел путем дорогой в казначейство подать вносить подействовали на сражающихся Иванушкины слова или пороху для продолжения битвы не достало только вложили бойцы мечи в ножны и задумались думали впрочем больше добродетели потому что у них с голоду животы подвело а пороки как протрубили трубы отбой так сейчас же по своим прежним канальским делам разбрелись и опять на славу зажили хорошо ему про свойства говорить первая молвила смеленно мудрее мы и сами не плоше его эти свойства знаем да вот одни свойства в бархате щеголяют и на золоте едят а другие в затрапезии ходят да по целым дням неевшие сидят Иванушки то с полагаря он набил мамон мекиной и прав а нас ведь на мекине не проведешь мы знаем где раки зимуют да и что за свойства такие появились встревожилось благочиние нет ли тут порухи какой всегда были добродетели и были пороки сотни тысяч лет это дело ведется и сотни тысяч томов об этом написано а он надко сразу решил свойства нет ты попробуй приступись к этим сотням тысяч томов так и увидишь какая от них пыль столбом полетит судили рядили и наконец рассудили благочиние правду сказала сколько тысяч веков добродетелей числились добродетелями а пороки пороками сколько тысяч книг об этом написано какая масса бумаги и чернил изведена добродетели всегда одесную стояли пороки ошую и вдруг по дурацкому Иванушкину слову от всего откажись и назовись какими-то свойствами ведь это почти то же что отправ состояния отказаться и человеком назваться просто-то оно конечно просто да ведь иная простота хуже воровства подитка спростата коснись ан с первого же шага в такое несметное множество капканов попадешь что и голову там пожалуй оставишь нет о свойствах думать нечего а вот компромисс какой-нибудь сыскать или как по-русски зовется фортель и это пожалуй дельно будет такой фортель который и добродетели бы возвеселил да и пороком бы по нраву пришелся потому что ведь и пороком подчас жутко приходится вот на меднесть любострастия с поличным в бане поймали протокол составили да в ту же ночь прелюбодеяния в одном белье с лестницы спустили вольномыслие то давно ли пышным цветом цвело а теперь его с корнем вырвали стало быть и пороком на фортель пойти не безвыгодно милостивые государи милостивые государи не угодно ли кому предложить у кого на примете средствица есть на вызов этот прежде всех выступил древний старичок опытом называемый есть два опыта один порочный а другой добродетельный так этот добродетельный был и предложил он штуку отыщите говорит такое сокровище которое и добродетели бы уважило да и от пороков было бы не прочь и пошлите его парламентером во вражеский лагерь стали искать и разумеется нашли нашли двух бобылок умеренность и аккуратность обе на задворках в добродетельских селениях жили сиротский надел держали но торговали корчемным вином и потихоньку пороки у себя принимали однако первый блин вышел комом бобылки были и мало представительны и слишком податливы чтобы выполнить возложенную на них задачу едва появились они в лагере пороков едва начали конетели разводить помаленьку то покойнее а потихоньку вернее как пороки всем скопищем загалдели слыхали мы с то прибаутки то эти давно вы с ними около нас похаживаете да не в коне а корм уходите с богом бобылки не проедайтесь и как бы для того чтобы доказать добродетелям что их на кривой не объедешь на всю ночь закатились в трактир самарканд а под утро расходясь оттуда поймали воздержание и непрелюбосотворение и поступили с ними до такой степени низко что даже татары из самарканда дивились хорошие господа а что делают поняли тогда добродетели что дело это серьезное и надо за него настоящим манером взяться произросло между ними в ту пору существо среднего рода ни рак ни рыба ни курица ни птица ни дама ни кавалер а всего помаленьку произросло выровнялось и расцвело и было этому межеумку имя тоже среднего рода лицемерие все в этом существе было загадкою начиная с происхождения сказывали старожилы что однажды смирение с любострастием в темном коридоре спознались и от этого произошел плод плод этот добродетели сообща выкормили и выпоили а потом и в пенсион к француженке комильфо отдали догадку эту подтверждал и наружный вид лицемерия потому что хотя оно ходило не иначе как с опущенными долу глазами но прозорливцы не раз примечали что по лицу его частенько пробегают любострастные тени а поясница при случае даже очень нехорошо вздрагивает несомненно что в этом наружном двоегласии в значительной мере был виноват пенсион комильфо там лицемерие всем главным наукам выучилось и как по струнке ходить и как водой не замутить и как безмыло в душу влезть словом сказать всему что добродетельное житие обеспечивает но в то же время оно не избегло и влияние канкана которым и стены и воздух пансиона были пропитаны но кроме того мадам комильфо еще и тем подгадила что сообщила лицемерию подробности об его родителях об отце любострасти и сознавалось что он был моветон и дерзкий ко всем щипаться лес об матери смирение что она хотя не имела блестящей наружности но так мило вскрикивала когда ее щипали что даже и не расположенные к щипанию пороки каковы мздоимства любоначалия уныния и прочее и они не могли отказать себе в этом удовольствии вот это-то среднее существо глаза долу опускающее но из-под закрытых век блудливо окрест высматривающее и выбрали добродетели чтобы войти в переговоры с пороками и такой общий модус вивенди изобрести при котором и тем и другим было бы жить вольготно да ты по-нашему ты умеешь ли вздумала было предварительно проэкзаменовать его галантерейное обращение я-то изумилась лицемерия да я вот как и не успели добродетели опомниться как у лицемерия уж и глазки опущены и руки на груди сложены и румянчик на щечках играет девица да и шабаш ишь дошлая ну а по-ихнему по-порочному как но лицемерия даже не ответила на этот вопрос в один момент оно учинило нечто ни для кого явственно невидимое но до такой степени достоверное что прозорливство только сплюнуло тьфу и затем все одинаково решили написать у нотариуса Безяева общую доверенность для хождения по всем добродетельским делам и вручить ее лицемерию взялся загуш не говори что не дюж как не горько а пришлось у пороков пардону просить идет лицемерия в ихний подлый вертеп и от стыда не знает куда глаза девать везде то нынче это паскудство развелось жалуется оно вслух а мысленно прибавляет ах хорошо пороки живут и точно не успела лицемерия сверсту от добродетельской резиденции отойти как уж со всех сторон на него разливанным морем пахнуло смехи да пляски да игры стон от веселья стоит и город какой отменной пороки для себя выстроили просторный светлый с улицами и переулками с площадями и бульварами вот улица лжесвидетельства вот площадь предательства а вот и срамной бульвар сам отец лжи тут сидел и из лавочки клеветой распивочно и на вынос торговал но как невесело жили пороки как неопытны они были во всяких канальских делах а увидевши лицемерие и они ахнули с виду не дать не взять сущая девица ну точно ли сущая этого и сам черт не разберет даже отец лжи который думал что нет в мире той подлости которой бы он не произошел и тот глаза вытаращил ну говорит это я об себе напрасно мечтал будто вреднее меня на свете никого нет я что вот настоящий то яд где я больше нахалом наравлю оттого меня хоть и не часто а все-таки от времени до времени с лестницы в три шеи спускают а это сокровище коли прильнет от него уж не отвертишься так тебя опутает так окружит что покуда все соки не вызудит не выпустит тем не менее как невелик был энтузиазм возбужденный лицемерием однако и тут без розни не обошлось пороки солидные аборигены паче всего дорожившие преданиями старины как например суемудрия пустомыслия гордость человеконенавистничество и прочее не только сами не пошли навстречу лицемерию но и других остерегали истинный порок не нуждается в прикрытии говорили они но сам свое знамя высоко и грозно держит что существенно нового может открыть нам лицемерие чего бы мы от начала веков не знали и не практиковали положительно ничего напротив оно научит нас опасным изворотам и заставит нас ежели не прямо стыдиться самих себя то во всяком случае показывать вид что мы стыдимся кавиант консулес до сих пор у нас было достаточно твердых и верных последователей но ведь они видя наши извороты могут сказать должно быть и впрямь пороком туго пришлось коль скоро они сами от себя отрицаться должны и отвернуться от нас вот увидите отвернуться так говорили заматерелые пороки катона не признававшие ни новых влияний ни обольщений ни обстановок родившись в навозе они предпочитали задохнуться в нем лишь бы не отступить от староотеческих преданий за ними шла другая категория пороков которые тоже не выказывали особенного энтузиазма при встрече с лицемерием но не потому однако чтобы последнее притило им а потому что они уже и без посредства лицемерия состояли в секретных отношениях с добродетелями суда принадлежали измена вероломство предательство наушничество ябеда и прочее они не разразились кликами торжества не рукоплескали не предлагали здравец а только подмигнули глазом милости просим как бы то ни было но торжество лицемерия было обеспечено молодежь в лице прелюбодеяния пьянства объедения распутства мордобития и прочее сразу созвала сходку и встретила парламентера такими овациями что суемудрие тут же нашлось вынужденным прекратить свою вракотню навсегда вы только мутите всех старые пакостники кричала старикам и молодежь мы жить хотим а вы уныние наводите мы в хрестоматию попадем это в особенности льстила в салонах блистать будем нас старушки будут любить словом сказать почва для соглашения была сразу найдена так что когда лицемерие возвратившись во своясь отдала добродетелям отчет о своей миссии то было единогласно признано что всякий повод для существования добродетелей и пороков как отдельных и враждебных друг другу групп устранен навсегда тем не менее старую номенклатуру упразднить не решались почем знать может быть и опять понадобится но положили употреблять ее с таким расчетом чтобы всем было видимо что она прикрывает собой один только прах с тех пор пошло между добродетелями и пороками гостеприимство великое захочет распутство побывать в гостях у воздержания возьмет под ручку лицемерие и воздержание уже издали завидев их приветствует милости просим покорно прошу у нас про вас и наоборот захочет воздержание у распутства постненьким полакомится возьмет под ручку лицемерие а у распутства уж и двери настиж милости просим покорно прошу у нас про вас в постные дни постненьким почуют скоромные скоромненьким одной рукой крестное знамение творят другой неистовствуют одно око горе возводят другим непрестанно вожделеют впервые добродетели сладости познали да и пороки не остались в убытке напротив всем и каждому говорят никогда у нас таких лакомств не бывало каким теперь походя жируем а Иванушка дурачок и осю пору не может понять отчего добродетели и пороки так охотно помирились на лицемерии тогда как гораздо естественнее было бы сойтись на том что и те и другие суть свойства только и всего конец секции 5 добродетели и пороки сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин эта запись LibriVox является общественным достоянием секция 6 обманщик газетчик и легковерный читатель жил-был газетчик и жил-был читатель газетчик был обманщик все обманывал а читатель был легковерный всему верил так уж истори повелось на свете обманщики обманывают а легковерные верят сум квинкве сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает берегитесь говорит дифтерит обывателей косит дождей говорит с самого начала весны нет того гляди без хлеба останемся пожары деревни и города истребляют добро казенное и общественное врозь тащат а читатель читает и думает что газетчик ему глаза открывает такая говорит уж у нас свобода книгопечатания куда ни взгляни везде либо дифтерит либо пожар либо неурожай дальше больше смекнул газетчик что его обманы по сердцу читателю пришлись начал еще пуще поддавать никакой говорит у нас обеспеченности нет не выходи говорит читатель на улицу как раз в кутузку попадешь а легковерный читатель идет гоголем по улице и приговаривает ах как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился мало того другого легковерного читателя встретит и того спросит а читали вы как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул как не читал ответит другой легковерный читатель бесподобно нельзя именно нельзя у нас по улицам ходить сейчас в кутузку попадешь и все свободы книгопечатания не нахвалятся не знали мы что у нас везде дифтерит хором поют легковерные читатели а оно вон что и так им от этой уверенности на душе легко стало что скажи теперь этот самый газетчик что дифтерит был да весь вышел пожалуй и газетину его перестали бы читать а газетчик этому рад потому для него обман прямая выгода истина то не всякому достается поди добивайся пожалуй за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься то ли дело обман знай пиши да обманывай пять копеек со строчки целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут и такая у газетчика с читателем дружба завелась что и водой их не разольешь что больше обманывает газетчик то больше богатеет а обманщику чего же другого и нужно а читатель что больше его обманывают то больше пятаков газетчик унесет и распивочно и на вынос всяко газетчик копейку зашибает штанов не было говорят про него завистники а теперь смотрите как козыряет листица себе нанял рассказчика из народного быта завел блаженствует пробовали было другие газетчики истинно его подкузмить а вось дескать и на нашу приваду подписчик побежит так куда тебе не хочет ничего знать читатель только одно и твердит тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман долго ли коротко ли так дело шло но только нашлись добрые люди которые пожалели легковерного читателя призвали обманщика газетчика и говорят ему будет с тебя бесстыжий и неверный человек до сих пор ты торговал обманом а отныне торгуй истиной да кстати и читатели начали понемножку отрезвляться стали цедулки посылать гулял дескать я сегодня с дочерью по Невскому думал на съезжей ночевать дочка даже бутербродами на случай запаслась говорила ах как весело а вместо того благополучно оба воротились домой так как же мол такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать натурально газетчик своей стороны только того и ждал признаться сказать ему и самому надоело обманывать сердце-то у него давно уже к истине склонялось да что же поделаешь коли читатель только на обман клюет плачешь да обманываешь теперь же когда к нему со всех сторон к горлу пристают чтобы он истину говорил что ж он готов истина так истина черт побери обманом два каменных дома нажил а остальные два каменные дома приходится истиной наживать и начал он каждый день читателя истиной донимать нет дифтерита да и шабаш и кутузок нет и пожаров нет если же выгорел конотоп так после пожара он еще лучше выстроился а урожай благодаря наступившим теплым дождям оказался такой что и сами еле-еле да наконец и немцам стали под стол бросать подавись но что всего замечательнее печатает газетчик только истину а за строку все пять копеек платит и истина в цене упала с тех пор как стали ею распивочно торговать выходит что истина что обман все равно цена грош а газетные столбцы не только не сделались от того скучнее но еще больше оживились потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать это такая картина выйдет что отдай все да и мало наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел и прежде ему недурно жилось когда он обман за истину принимал а теперь уж и совсем от сердца отлегло в булочную зайдет там ему говорят надо быть со временем хлеб дешев будет в курятную лавку заглянет там ему говорят надо быть со временем рябчики нипочем будут ну а покудова как покудова рубль двадцать копеечек за пару вот какой с божью помощью поворот и вот однажды вышел легковерный читатель франтом на улицу идет в надежде славы и добра и тросточкой помахивает знаете мол что отныне я вполне я вполне обеспечен но на этот раз как на грех произошло следующее не успел он несколько шагов сделать как случилась юридическая ошибка и его посадили в кутузку там он целый день просидел не евший потому что хоть его и подчували но он посмотрел посмотрел да только молвил вот они урожаи то наши каковы там же он схватил дифтерит разумеется на другой день юридическая ошибка объяснилась и его выпустили на поруки не ровен случай и опять понадобится он возвратился домой и умер а газетчик обманщик и сейчас жив четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает чем ему на предки легковерного читателя ловчея обманывать обманом или истинною конец секции 6 обманщик газетчик и легковерный читатель сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин это звукозапись если бревокс является общественным достоянием секция 7 игрушечного дела людишки часть первая в 1840 году я жил в одной из северных губерний России жил то есть состоял на службе как это само собой разумелось в то время и при этом всякие дела делал возлежал на лоне у начальника края танцевал котельон с губернаторшей разговаривал с жандарским штаб-хоицером о величии России и совместно с управляющим палатой государственных имуществ плакал горючими слезами когда последний удостоверял что будущее принадлежит окружным начальникам и что всего важнее ужасно сердился когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева одним словом проводил время не весьма полезно в то время вблизи губернского города процветал а может быть и теперь процветает уездный городок любезнов куда я частенько таки езжал во-первых потому что праздного времени была пропасть а во-вторых потому что там служил в качестве городничего мой приятель штабс-капитан вальяжный а у него жила экономка Аннушка эта Аннушка была примилая особа и признаюсь когда мне случалось пить у вальяжного чая или кофе то очень приятно было думать что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная а не какая-нибудь прянишная форма но впрочем только и всего хотя же и был на меня донос будто бы я езжу в любезнов для лакомства но ввиду моей беспорочной службы это представляло так мало вероятия что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал не верю пусть ездит подобно тому как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо о котором у родителей говорят этот не выдаст подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город который его превосходительство называет своею гвардией и относительно которого сердце его не знает никаких тревог о таких городах ни в губернаторской канцелярии ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать исправники в них не пьющие городничие такие что две рюмки вставшие до три перед обедом до три перед ужином и сами говорят баста городские головы такие что только о том и думают как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить а обыватели трудолюбивые к начальству ласковые и к уплате податей склонные к числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и любезнов я помню губернатор даже руки потирал когда заводили речь об этом городе за любезнов я спокоен любезновцы меня не выдадут восклицал его превосходительство и все губернантское правление в полном составе вторило да за любезнов мы спокойны любезновцы нас не выдадут зато бывало как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мордария отчаянного так тотчас же первая мысль поскорее дать знать любезновцам и точно не успеет начальство и оглянуться как исправник меловзоров уже шлет 50 копеек а городничий вальяжный целых 75 копеек тогда как из полоумного городничий с тоскою доносит что по усиленному его приглашению пожертвований на означенный предмет поступила всего одна копейка да еще и спрашивает в разрешение предписания как с оной копейкой поступить потому де что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах любезнов был городок небольшой но настолько опрятный что только разве в самую глухую осень да и то не на всех его улицах можно было увязнуть в нем был общественный банк исправная пожарная команда бульвар на берегу реки любезновки небольшой каменный гостиный двор собор две мощеные улицы одним словом все что может веселить самое прихотливое начальническое сердце но главным украшением города был городской голова этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил сголовства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям а местным кидал подачки с помощью этой внутренней политики он и сам держался на месте и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине подходящей к ежовым рукавицам и вот быть может благодаря этим последним в любезнове процвели разнообразнейшие мастерства которые сделали имя этого города известным не только в губернии но и за пределами ее этот блестящий результат был однако достигнут не без труда есть предание что любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей было будто бы такое время когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги какие попадали им в руки крамольным обычаем пропивали и проедали когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания но одного из своих горноначальников продали в рабство в соседний город смотри северное народоправство сочинение Н.И. Костомарова даже и до днесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении таковы например изуверовы идоловы строптивцевы вольницыны непроименовы и так далее так что несколько странно видеть какого-нибудь идолова которого предок когда-то градоначальника в рабство продал а ныне потомок постепенными мерами до того доведен что готов для увеселения начальства сам себя в рабство за даром отдать к счастью для Буянова случилось с ряду четыре удачных и продолжительных головства которые и положили конец этой неурядице первый из этих удачных градских голов дал городу раны второй скорпионы третий согнул в бараний рог а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами и независимо от этого все четверо прибегали и к мерам кротости неослабно внушая приведенным в изумление гражданам что человек рожден для трех целей во-первых дабы пребывать в непрерывном труде во-вторых дабы снимать перед начальством шапку и в-третьих лить слезы повторяю результат оказался блестящий изуверовы вместо того чтобы заниматься противодействиями занялись изобретением перпетуум мобили и в ожидании покуда это дело выгорит работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки которые чуть не говорят идоловы прекратив филантропии избрали специальностью сборку деревянных часов которые в сутки показывали двое суток но и за всем тем как образчик русской смекалки могли служить поводом для размышлений о величии России строптивцевы бросив революции изобрели такие шкатулки до которых нельзя было дотронуться чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон а один из непроименовых занявшийся торговлей муравьиными яйцами для кормления соловьев до того осмелился что написал даже диссертацию о сравнительной плотности муравьиных яиц и отослав оную в надлежащее ученое общество вместе с удостоверением что недоимок за ним не состоит получил за сие диплом название члена соревнователя и вот когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность что буйствовать стало уж некогда а впору было платить дани и шапки снимать случилось нечто торжественное и чудное обыватели созванные на вече это было последнее вече после которого вечевой колокол был потоплен в реке городским головой вольницыным принесли публичное покаяние а затем в порыве чувств единогласно постановили просить высшее начальство дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить а город ихний возродить к новой жизни под именем любезного нужно ли прибавлять что ходатайство сие было уважено повторяю в 1840 году любезнов ни о каких народоправствах уже не думал а просто принадлежал к числу городов осужденных радовать губернаторские сердца а так как времена были тогда патриархальные то члены губернского синклита частенько таки туда езжали во-первых чтобы порадоваться на трудолюбивых ласковых мещан а во-вторых чтобы попить и поесть у гостеприимного головы следуя общему настроению умов ездил туда и я однажды приезжаю прямо к другу моему вальяжному и уже на лестнице слышу что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное отворяю дверь и вижу картину городничий стоит посреди передней издавая звуки и простирая длани с рукоприкладством или безонова заверить не могу а против него стоит прижавшись в угол довольно пожилой мужчина в синем кафтане тонкого сукна с виду степенный но бледный и как бы измученный с лица очевидно это был один из любезновских граждан который до того уж проштрафился что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и припроводил виновного на воздействие придержащей власти степан степаныч голубчик воскликнул я приветствуя дорогого хозяина а мы то в губернии думаем что в любезнове даже самое слово расправа упразднено да вот сконфузился было вальяжный но тотчас же поправился и обращаясь к стоявшим тут десятникам присовокупил эй бегите в лавку за твердолобовым да судья чтобы в бастончик обратился он ко мне с удовольствием отлично милости просим а я вот только кончу и покуда я разоблачался дело было зимой он продолжал суд говори почему ты не хочешь с женой жить вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой подсудимый молчал и баба то какая давеча пришла печь печью да с этакой бабой конца краю этакой бабе нет а ты ах ты ах но подсудимый продолжал молчать да ты знаешь ли что даже в книгах сказано муж и жены своей хотел было поучить отписание вальяжный но запнулся и опять произнес ах 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 мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно тоскливое выражение говори что ж ты не говоришь что же я ваш скородие скажу будешь ли жить с женой как следует как закон велит говори подсудимый несколько секунд молчал и наконец вдруг заметался ваш скородие мне не только что говорить а даже думать увольте меня ваш скородие а коли так марш в холодную и завтра чтобы без разговоров а будешь разговаривать так вспрысну что до новых веников не забудешь марш и помахав чтоб крепче было у подсудимого под носом указательным перстом вальяжный приказал его увести и затем обратившись ко мне протянул обе руки и воскликнул ну вот вы и к нам очень рад очень рад аннушка чаю до бастона я с полчаса спорил с вальяжным он говорил что есть в законах я говорил что нет в законах послали за письмо водителем тот ответил надвое сам не видал а должно быть где-нибудь да есть аннушка вслушавшаяся в наш разговор тоже склонялась в пользу того мнения что где-нибудь да должно быть потому ежели они теперь еще в браке какие же это будут порядки если жена своего положения от мужа получать не будет даже подоспевший к бастону судья и тот сказал что нужно где-нибудь в примечаниях поискать потому что иногда где не чаешь там-то именно и обретешь сокровище кончилось и обреченную мастерскую человек трезвый трудолюбивый и послушливый он представлял собой идеал обывателя каким ему перед богом и страшным его судом предстать надлежит слава об его мастерстве доходила некоторым образом даже до столиц потому что всякий заезжий по делам службы столичный чиновник или офицер считал своей обязанностью поощрить самородка и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов говорили что он не игрушки делает а настоящих деревянных человечков и еще говорили что если бы всех самородков в недрах земли русской скрывающихся откопать то вышла бы такая каша который врагам России и вовек бы не расхлебать Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью всецело углубившись в свою специальность он по-видимому даже не ощущал потребности в обществе жены но лет пять тому назад старуха-мать умерла и Изуверова попутал бес некому было штиз готовить некому заплату на штаны положить он затасковал и начал было даже попивать в это время под руку подвернулась 25-летняя девица матрена идолова рослая рыхлая как будто нарочно созданная чтоб горшки из печи ухватом таскать Изуверов решился он даже радовался что у него будет жена сильная печь печью думал что при сильной бабе в доме больше порядку будет но увы матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи сколько к тому чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер и так как Никанор Сергеев по-видимому в роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица а под конец дело дошло и до разбирательства полиции разумеется на другой день письмоводитель доложил что в законах нет но кроме того оказалось и еще кое-что а именно что даже вспрыснуть изуверова нельзя так как закон на этот раз гласил прямо что мещане яко образованные от телесных воздействий освобождаются поэтому изуверова тогда же выпустили а жене его вальяжной объявил кратко закона нет результат этот я отчасти приписываю себе конечно я был тут орудием случайным и даже страдательным но все-таки в качестве чиновника из губернии в известной мере олицетворял авторитет я убежден что не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о том есть ли в законе или нет никто из всех меньше сам изуверов и не подумал бы об этом никонор сергеев не только высидел бы в холодной свое положенное но наверное был бы и вспрыснут много много если бы вальяжный перед вспрыснутием сказал бы а ну образованный ложись это был бы единственный компромисс который он допустил бы в свидетельство что в городническом правлении действительно имеется шкаф в котором в качестве узника заключен закон к стыду моему я должен сознаться что очень часто слыша о необыкновенных способностях изуверова я до сих пор еще ни разу не полюбопытствовал познакомиться с произведениями его мастерства поэтому теперь когда помимо его репутации меня заинтересовала самая личность самородка механика я счел уже своей обязанностью посетить его и его заведение домик в котором жил изуверов стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов такой же чистенький словно подскобленный так же о трех окнах и с таким же маломерным двором вообще мастерские и ремесленные слободы любезного были распланированы и обстроены с изумительным однообразием так что сами граждане в шутку говаривали точно у нас каторга в домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность все работали и взрослые и подростки и малолетки и мужеск и женск пол зато улицы стояли пустынные и безмолвные я застал хозяина в мастерской одного изуверов принял меня с каким-то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным лицо его изжелто-бледное и слегка изнуренное было очень привлекательно а в особенности приятно смотрели большие серые глаза в которых от времени до времени проблескивало глубоко тоскливое чувство тело у него было совсем тщедушное так что сразу было видно что ему на роду написано не быть исправным кавалером плечи узкие грудь впалая руки худые безволосые явно непривычные к тяжелой работе когда я вошел он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк который висел возле на гвоздике на верстаке лежала кукла сделанная в черне плешивая голова без глаз вместо груди и живота две пустые коробки предназначенные для помещения механизма деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнирами я конечно видал в своей жизни великое множество разоренных кукол но как-то они никогда не производили на меня впечатления но тут в этой насыщенной игрушечным делом атмосфере меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство не то чтобы грусть а как бы оторопь точно я вошел в какое-то совсем оголтелое царство где все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело это последнее обстоятельство было в особенности тяжко потому что немота именно заключает в себе что-то безнадежное так что мне ужасно жалким показался этот человек который осужден проводить жизнь в этом застывшем царстве смотреть в просверленные глаза начинять всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу своей изобретательности на то чтобы руки приводимые в движение замаскированным механизмом не стучали по деревянному а плавно и мягко как у ханжей и клеветников ложились на перси слегка подправленные тряпкой и ватой и для натуральности обтянутые лайкой как живете приветствовал я хозяина тихо смирно у нас здесь Прохор Петрович голова такую в нашем городе тишину завел что кажется кабы не стучал станок подумал бы что и сам то умер скучно не скучно а как будто совсем нет ничего ни скуки ни веселости одна тишина все мы здесь на равных правах состоим точно веревка сквозь продернута один утром проснулся за веревку потянул и все проснулись один за станок стал и все стали порядок что ж это хорошо порядок и при том тишина это прежде всего оттого и начальники глядя на вас радуются оттого и недоимок на вас нет а при сём весьма возможно что и порочные наклонности ваши не встречая питания к счастью я поперхнулся на этом слове и когда откашлялся то потерял нить и таким образом учительное настроение как-то само собой оставило меня вы сказывали мне игрушечным мастерством занимаетесь и при том какие-то особенные отличнейшие куклы работаете хвалить себя не смею а конечно стараюсь доходить весь век промежду кукол живешь все молчишь все думаешь думаешь да думаешь и вдруг эта кукла перед тобой как живая стоит ну натурально потрафить хочется а в этом разе уж само собой одной тряпкой да лайкой мудрёно обойтись значит вы отчасти и в скульптуру вдаетесь не знаю сударь как на это вам доложить по-моему я куклу работаю только разумеется потрафить стараюсь скажем тепереча хоть так желаю я куклу подьячего сделать как с этим быть разумеется можно и так взял червашок наметил на нем глаза нос губы напялил камзолишко до штанишки и снес на базар продавать по гривеннику за штуку а можно и иначе можно так сделать чтобы этот самый подьячий разговаривать будет мимику руками разводить вот как да и это позвольте вам доложить еще не самый конец и подьячие тоже разные бывают один подьячий мздоимец другой мзды не емлет но лакомству предан третий руками вперед без резону тычет четвертый только об том думает как бы ему мужичка облагодетельствовать вот изволите видеть только четыре сорта назвал а уж и тут четыре особенные куклы понадобились так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить так они пожалуй всю мастерскую бы вашу заполонили мудреного нет или например женский род сколько тут для кукольного дела материал усыщется одних щеголих десятками не сосчитаешь а сколько бесстыжих закоснелых оглашенных сколько таких которые всю жизнь зря мотаются и никакому безделью пристроить себя не могут да вон о нас извольте присмотреть воскликнул он указывая в окошко это соседка наша госпожа строптивцева по улице мостовой идет муж у нее часовым мастерством занимается так она за него вишь устала погулять вышла извольте взглянуть чем не куклас действительно по другой стороне улицы проходила молодая женщина несколько странного как бы забвенного вида идет руками машет головой болтает ногами переплетает не то чего-то ищет не то припоминает чего бишь я ищу вот этакую-то куклу да ежели ейный секрет как следует уследить стоит ли за ней посидеть спрошу вас или нет а многие ли позвольте спросить из нашего брата игрушечников понимают это большая часть так думает носовал тряпки лайкой обтянул да платьем прикрыл и готов женский пол да вот позвольтесь у меня и обращик отличнейший в этом роде найдется не угодно ли поврюбопытствовать он подошел к стеклянному шкафу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу кукла представляла собой богато убранную новобрачную в кринолине в белом атласном платье украшенным серебряным шитьем и кружевными тряпочками личико у нее было восковое с нежным румянчиком на щеках глазки фарфоровые волосы на голове жеттенькие с головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль полковник здесь у набора был объяснил изуверов так он заведение мое осматривал а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал как сударь по-вашему дорого эта кукла стоит до рублей двадцать двадцать пять вот видитесь мне этакой суммы и не выговорить а по-моему вся ей цена этой кукле грош что так пустая кукла вот отчего что она есть что нет ее не жалко сейчас ты у нее голову разбил и без головы хороша платье изорвал другое шить можно ишь у нее глазки то зря болтаются ни она сискоса взглянуть ими ни кверху ими завести ничего не может пустая кукла только и всего в самом это это изменить ими так позвольте вам доложить хоть и трудно от новобрачной настоящего ума ожидать однако ежели нет у нее ума так хоть простота должна быть а кукла — Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она новобрачная? Ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет. — Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что об чем ты с ней не заговори, она все только целоваться лезет. — Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно, чтобы всякий, как только взглянул на нее, так и сказал, вот так баба, ах-ах-ах, а то, над-ка, нацепил уваль и думаешь, что дело сделал. — Хе, такие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. — Вон их, чурбашков, сколько в углу навалено. Так вы, значит, и простую куклу работаете? — Без простой куклы нам пропитаться бы нечем, а настоящую куклу я работаю, когда досуг есть. — И это интересует вас? — Известно, кабы не было занятно, так лучше бы чурбашки работать, по крайности полтинников больше в кармане водилось бы. — А от этих, от человечков, и пользы для дому не видишь, да не ровен час, и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними. — Тоска-то с чего же? — С того самого и тоска, что тебе вот дойти хочется, а дело показывает, что руки у тебя короткие. — Хочется тебе, например, чтобы подьячий, ну, рассердился бы, что ли. — А он заместо того только гневается. — Хочется, чтобы он сегодня одно, а завтра другое, а он с утра до вечера все одну и ту же канитель твердит. — Хочется, чтобы у человечков твоих поступки были, а они только руками машут. — Еще бы вы чего захотели, чтобы у кукол поступки были. — Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано, вот горе-то наше какое. Думаешь, сейчас взмахну и полечу, а человечек-то вцепился в тебя, да и не пускает? — Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют, а он и из этого проку не вышло. Пустишь-то в лицо ему, корминцу, думаешь, вот сейчас он рассердится, а он гневается, да и шабаш. А нынче еще фортель приспособил, сердца им внутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна. И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано цена сему сердцу одна копек. Так вот, как поживешь это с ними? Ума у них нет, поступков нет, желаний нет, а на место всего одна видимость. Ну и возьмет тебя страх, того гляди, зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь, господи, да куда же настоящие-то люди попрятались? — Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно настоящими людьми назвать? — Вот, сударь, вот! Это одно и смиряет. Взглянешь кругом, все-то куклы, везде-то куклы. Не есть конца этим куклам, мучат, тиранят, в отчаянность, в преступления вводят. Верите ли? Иногда думается, господи, кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть. Хм, отчасти это, пожалуй, и так. Вполне верно. Потому настоящий человек, он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы ни страху, ни боли, ничего. Живет, как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей. Живет, да душу изнимает, и шабаш. Вот, хоть бы и эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчас изволили видеть, хоть распотроши ее, ничего в ней, окромя тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она с помощью этой тряпки злодеяниев наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так еще и на целую такую же жизнь останется. Так вот, как рассудишь это порядком, и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, ничем с живыми куклами пропадать буду. С деревянными-то людишками стало быть поваднее? Как же возможность? С деревянным человечком я, какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно. Ступай в коробку, лежи. А живую куклу как ты угомонишь? Она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит. Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал живую куклу, что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом. — У нас, сударь, в здешнем земском суде. Хороший человек служит, — продолжал он. — Так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. Изуверов, — говорит, — исправник одолел, прознасловит с утра до вечера смерть. Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею за место исправника разговаривать. А любопытно было бы исправника вашей работы видеть, есть у вас материалу, покуда у нас, ваше скородие, еще не припасено, чтоб господ исправника в кукольном виде изображать. А, впрочем, и то сказать, невеликую бы забаву и господин секретарь получил, если бы я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить. Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил. «Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне, прямой ты, изуверов, дурак, и от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит». Изуверов опять умолк и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки. Конец секции 7. Игрушечного дела людишки. Часть первая. «Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта звукозапись Лебриевокс является общественным достоянием». Секция 8. Игрушечного дела людишки. Часть вторая. «А не покажете ли вы мне своих людишек?» — попросил я. «Помилуйте. Отчего же-с?» — ответил он. «Даже за честь почту-с. Да вот, позвольте для начала хоть господ подьячих вам отрекомендовать». «А ну-ка, господин калежский асессор, вылезай!» — воскликнул изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак. «Передо мною стоял человечек, величиною около пяти вершков. Лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерны, голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячьего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и скоком над лбом. Лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами. Глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом. Щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичком вместо румянца. Губы пухлые, красные, масляные, точно сейчас после принятия жирной пищи. Подбородок бритый и порезанный, кое-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета, с красным казинетовым же воротником, и при том несколько странного покроя, с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли. При вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные. Карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора кусков. В петлице висит серебряные фольги медаль с надписью «За спасение погибающих». Бедра крутые, женского типа, брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться, только что заглотанные живьем куры, и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую засунул в карман брюк, как будто нечто вонои поспешно опуская. Ноги сложил ножницами. Вообще, всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко. — Мздоимец? — спросил я. — Он самый-с? Как на ваш взгляд-с? — Не дурен. Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником. Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует. — Для цензуры-с? Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил, куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. — Там, как хочешь, разумей, а у меня один ответ — партикулярный, мол, человек, только и всего. — Ну, а зачем вы его калежским асессором прозвали? — Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один. Он в Петербурге чиновником служит. Так он мне сказывал, что там свыше калежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется. А до калежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать. — Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего калежского асессора, как он действует. — Сейчас, ваше скородие. Мы ему сперва-наперво экзамен учиним. Сказывай, калежский асессор, взятки любишь? — Па-па-па-па! Вдруг совершенно отчетливо крикнул человечек. Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей. — Это значит «люблюсь», — пояснил изуверов и, вновь обращаясь к калежскому асессору, продолжал. — Большую по димзду любишь? — Па-па-па! — Такую, чтобы ограбить? Дотла, чтобы? — Па-па! — Па-па! — Па-па! Троекратно произнося этот возглас, калежский асессор выказывал чрезвычайное волнение, вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам точь-в-точь, как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел. — Вот вы говорили, что ваши человечки поступков не имеют, — сказал я, — а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш калежский асессор выказывает. — Тот и есть, что не вполне ваш скородие, — возразил изуверов. И руками он хлопает, и глазами бегает это действительно, а в лице все-таки настоящей алчности нету. — Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет. И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошелся. — Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеевич. По моему мнению, и ваш подьячий мерзавец хоть куда. — Нет, сударь, что уж. Дальше лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда, позвольте мне экзамент продолжать. — Ну, калежский асессор, сказывай, что большую мзду ты любишь, это мы знаем. А как насчет малой мзды, приемлешь? Человечек как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня. — Это значит, приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. — Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить? — Вззззз. Калежский асессор не только зашипел, но даже закружился. Лицо у него совсем налилось красную жидкостью, глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до иступления. Даже Изуверов возмутился такой наглостью и строго покачал головой. — Как посмотрю я на тебя, мздоимец! — сказал он. — Так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов. — Па-па! 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 — А под суд за это попасть хочешь? — Взззз! — Не любишь? — Конечно! — Кому под суд попасть хочется? Какой не наесть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно? — Ты поди уши деревнюшку для себя присмотрел? — Па-па! — Наберешь взятков, женишься, уедешь в отчину, станешь деток зоблить, крестьян на барщину гонять, в праздники накрылась и за обедней подпевать? — Па-па! — И вдруг кондрашка? — Вззз! — Не любишь, ничем его так в Ашкородье огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. — Ну ладно, калежский асессор, покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем. Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда мужика. Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, да с сильной проседью, волосы, обильно вымазанные коровьим маслом, на плечах синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поотдаль от калежского асессора. — Ну что, мужичок, виноват? — Му-му-му! — А коли виноват, становись, значит, на коленки! Он поставил мужика на колени и обратил лицом к калежскому асессору. — Ползи! Мужик пополз и остановился перед мздоимцем. Коллежский асессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя, но после несколько раз повторенных «М-му» постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и, наконец, вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул «Па-па!» и тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же при неистовом гоготании птицы живьем и сожрал. «Кланяйся же, кланяйся, мужичок!» — поощрял изуверов. «Проси прощения, вот так, виноват, мол, ваш фоскородия, не буду!» «М-му-му-му-му!» — твердил мужичок. Поощренный этим, коллежский асессор словно остервенился, откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву, потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью и, наконец, со всех ног бросился на мужика и принялся его теребить и грабить. Все это было проделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. Мздоимец повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом выворотил в другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опросилась десятью поросятами и при всякой находке восклицал «Па-па! Па-па! Па-па!» Мужик же в умилении вторил ему «Му-у-у-у-у-у». Наконец мздоимец отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становиться на ноги, однако ж не тут-то было. Калежский асессор опять что-то вспомнил и, по-видимому, самое важное, и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его улечили в плутне, затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, мздоимец внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря, надуть хотел негодяй. И точно, по мере того, как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие и желтенькие кружочки. — Это крестовики и полуимпериальчики, — пояснил Изуверов. Калежский асессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног, обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе. — Па-па! 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 — восклицал он в восхищении. — Му-у-у! — вторил ему мужик. — Ну вот, теперь вставай! — решил Изуверов, становя мужика на ноги. Мужик был сильно помят, но, по-видимому, немало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг и только потихоньку встряхивался. — Доволен? — обратился к нему Изуверов. — Му-у-у! — ну, то-то! Теперь твое дело верное, и дома всем так говори. Теперь, мол, меня хоть с кашей ешь, хоть куски режь — мое дело верное. — Ну-у-у! Добро, полезай же в картонку, да обрастай до будущего раза. Он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку. — Этот мужичок у меня для представлений служит, — объяснил мне Изуверов. — Сам по себе он персоной не обозначает, а коли ежели силу души кому показать нужно, так складнее парня не сыскать. — А засим позвольте ваш скородие попросить, не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину калежскому асессору предложить? — Какие же вопросы? — Что, сударь, вздумайте, то и спросите. Увидите по крайности, какую силу он перед вами выкажет. — Извольте. — Что бы, например? — Ну, например, понимаешь ли ты, калежский асессор, какое значение слово «правда» имеет? — Молчание. — А Бога боишься? — Молчание. — Ну, что бы еще? — На пользу ближнему послужить не прочь? Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова. — Не понимается, — объяснил он кратко. — То есть, как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные. И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него добродетельного разговора и шабаш. Все воровство да подлости да грабеж только на уме. Вообще, позвольте вам доложить, сколько я не старался добродетельную куклу сделать, никак не могу. Мерзавцев сколько угодно. А что касается добродетелей, так, кажется, экого слова и в заводе-то в этом царстве нет. — Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу. Разве она понимает, что такое добродетель? — Не понимает? Это верно? Да по крайности, она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря. Боишься ли ты Бога? Так он, пожалуй, даже в умиление впадет. Ну а мой калежский ассессор этого не может. — Это, я полагаю, оттого, что, в сущности, ваш калежский ассессор добродетельнее, нежели магистратский секретарь. Вот и все. А попробуйте-ка вы добродетельные разговоры с точки зрения лицемерия повести. Тогда я уверен, что и ваш мздоимец не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит. Идея эта, сама по себе очень простая, сделать доступную для негодяя добродетель, обратив ее припоследствии лицемерия в подлость, по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял, как это так. Сейчас была добродетель, и вдруг будет подлость. Но, в конце концов, метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне. — А ведь я, ваш Скородие, попробую, — сказал он, робко взглядывая на меня. — Разумеется, попробуйте, и я уверен, что успех будет полный. Ведь я тогда, ваш Скородие, пожалуй, и госпожу Страптивцеву вполне сработать могу. — Еще бы! Да вот постойте, попробуйте даже сейчас с вашим мздоимцем опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому, что он нам скажет. И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так. — Слушай, мздоимец, что ты не понимаешь, что значит правда, это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор о правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться одною, мол, правдою, и свет Божий мил. Калежский асессор взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять. И вдруг пронзительно и радостно крикнул. — Па-па! 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 Новая кукла — Лакомка. С внешней стороны оказалась столь же удовлетворительной, как и мздоимец. Лакомка был человек неизвестных лет, в напудренном парике с косичкой на зади и букальками на висках, в костюме пятиметра восемнадцатого столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украшающих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающиеся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую держал наотмашь, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых с усального золота буквами было написано «Приют сладких отдохновений». Сбоку были поставлены другие ширмы с надписью «Вход для прелестниц». Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица. «Тоже состоит на службе?» — спросил я. «Помилуйте, пряжку имеется». После этого предварительного объяснения Лакомко по данному знаку учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинуясь какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял. «Это он женский пол чует!» — объяснил мне Никанор Сергеевич. Покуда Лакомко, что есть мочи, кричал «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Как бы в ответ на этот призыв занавеска, скрывающая вход для прелестниц, заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветренная маркиза, но к удивлению моему вошла старуха. И не маркиза, а старая мещанка в отрепанном платьишке, с платком на голове и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затяжного насморка. Во рту не было видно ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед Лакомкой, как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни. Сначала Лакомко как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался. «Взззз!» — шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным колокольчиком. «Ишь, Искариот, ошалел!» — шепнул мне Изуверов, по-видимому принимавший старухе большое участие. «Он, ваш Скородье, у нас по благотворительной части попечителем служит, так бабья этого несть конца, что к нему валит. И чтоб он, расподлец хворости или старости, на помощь пришел ни в жизнь этому не бывать. Вот хоть бы старуха эта самая, колькой уж год она в богадельню просится, и все пользы не видать». Покуда Изуверов выражал свое негодование, на звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая комическая сцена. Лакомка бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием на старуху, с головы у старухи слетел шлык, и она, обозлившись, ущипнула лакомку в жирное место. Тогда сторож и лакомка окончательно рассверепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали. Потихоньку шипел лакомка, оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением. Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок. Сторож скрылся, а лакомка, успокоенный, встал в прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричал «Мамочка! Мамочка! Мамочка!». На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота, вошедшей при лестнице, отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лицо, и тело заплыло жиром. Краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой восемнадцатого столетия в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах и почти до пояса обнажена. Несмотря, однако же, на непривлекательность при лестнице, лакомка даже шляпу из рук выронил при виде ее. Так она пришлась ему по вкусу. — Индюшкас! — шепнул мне Изуверов. Действительно, остановившись перед лакомкой, при лестнице как-то жалобно и с расстановкой протянуло. — На что лакомка немедленно возопил. — Началась мимическая сцена обольщения. Как ни глупа казалась Индюшка, но и она понимала, что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено. А ходатайство это было такого рода, что человеку, получающему присвоенное от казны содержание, нельзя было не призадуматься над ним, а именно требовалось, чтобы лакомка, забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы, и оттуда безнаказанно сеять крамол. Понятно, что индюшка должна была пустить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу. Мы, видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств, мы уж настолько притупили свои чувства, что даже не понимаем, каким образом казенное ведомство может превратиться в убежище неблагонадежных элементов. Лакомка, по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно сознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал. Сцена обольщения продолжалась. Индюшка закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а лакомка все стоял, вперев в нее смутный взор и вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец, приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки или наивно обдумывал, сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение? Как бы то ни было, но ввиду этих колебаний индюшка решилась на крайнюю меру. Начала всею горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая «Пля! Пля! Пля!». Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии. Признаюсь, я ужасно сконфузился. Приют сладких отдохновений находился так близко, что я так и думал, вот-вот сейчас будет скандал. Но изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня. — Не извольте опасаться, ваше скородие. Недолжного ничего не будет, — сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы. И действительно, вдруг, откуда ни возьмись, мужик! Это был тот же самый мужчина, который за несколько минут перед тем фигурировал и у мздоимца. Но как он в короткое время оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и прочее. А из кармана ласково-мыча высовывало рогатую голову корова. Опять онучи его кипели млеком и медом, то есть сребром и златом. И опять он был виноват. Он вбежал, как угорелый, бросился на колени и замер. — Это он по ошибке-с, — объяснил изуверов. Ему опять надлежало к мздоимцу отъявиться, а он этажом ошибся, да к лакомке попал. И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп, приехав в губернский город, повез к серебрянику старое серебро на приданное дочери подновить. Да тоже этажом ошибся, а вместо серебряника к секретарю консистории влопался. — И таким родом воротился во свояси уже без серебра, — прибавил изуверов в заключение. Первую минуту и лакомка, и индюшка стояли в оцепенении и точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить. Опять произошла довольно грубая комическая сцена, в продолжении которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумаками без разбора всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и индюшка. Лакомка остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть. Несмотря на принятые побои, он, однако, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же и даже умильнее прежнего зазевал. «Мамочка! Мамочка! Мамочка!» Впорхнула довольно миловидная субредка, тоже по рисункам восемнадцатого столетия, скромно сделала книгсен и, подавая лакомки книжку, мимикой объяснила. Барышни приказали кланяться и благодарить, просят, нет ли другой такой же книжки почитать. «Увы, к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки было изображено сочинение Баркова «Москва» в университетской типографии, печатано с разрешения управы благочиния». Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни. Между тем лакомка, бережно положив принесенный том на стол, устремился к субредке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковым же устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа. «Еще ничего я от вас не видела», — говорила субредка, — «а вы уж щиплетесь». Тогда лакомка, смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субредки. «А ежели ты будешь мне соответствовать», — прибавил он телодвижениями, «то я, подобно сему и прочие мои сокровища, не замедлю в распоряжение твое предоставить». Субредка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и, наконец, сказала, «Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то согласна соответствовать». Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтобы и развязка заставила себя ждать, я видел, как лакомка уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету, то я со страхом помышлял, ну уж теперь-то, наверное, скандала не миновать. Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без лакомства. В ту минуту, когда он простирал уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности за боковой кулисой, послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые лакомкины-прелестницы. Я счел их не меньше двадцати штук. Все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежала на руках по новорожденному ребенку. — Пля! 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 — кричали они разом. Лакомка на минуту как бы смутился, но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев. — Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год. Этим представление кончилось. После этого из Уверов разыграл передо мной еще два представления. Одно под названием «Наказанный гордец», другое — «Нерассудительный выдумщик» или «Сделай милость, остановись». Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания. Пьеса «Наказанный гордец» начиналась с тем, что калежский ассессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал «Го-го-го!», объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове. В левой руке он держал мешок с выбитыми по разным административным соображениям зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылущивая ему зубы и лишая волос. Наконец, частные членовредительства, по-видимому, показались ему малодействительными, и он решил покончить с ямщиком разом, снял с него голову и бросил ее в кусты. Почуяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны. Но, к счастью, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три покалели. Покуда гордец скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение. Но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое го-го-го, то никто на этот отклик не ответил. Гордец, закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявилось. Тогда гордец удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его. Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще аукается леший. Гордец отлично понял, что тут кроется противодействие властям и сейчас же бросился на розыске. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И по мере того, как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил «го-го-го», думая, что теперь-то уж непременно выйдет готовая перекладная. Однако и на этот отклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову. Потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло. Между тем времени прошло немало. На землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков. Впервые в голове гордеца блеснула мысль, что если бы он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь и, может быть, доехал бы уж до места. А волки, между тем, почуяв убиенных, подходили все ближе и ближе и подняли, наконец, такой надрывающий душу вой, что даже вороны, облепившие в чаянии пира соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки и с шумом, снявшись с дерева, полетели дальше. Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть. Долго крепился гордец, все думал, не может этого быть, но, наконец, заплакал. Плакал он много и горько плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним «Где вы?». Потом обратился мыслью к начальникам и тоже выпиял, «Где вы?». И среди агонии слез кощунствовал, говорил, «А ведь управлять и опустошать не одно и то же». Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой гордеца. Еще минута, и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардаю. Содержание нерассудительного выдумщика было несколько сложнее. Некоторый калежский асессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облегшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал, думал и, наконец, выдумал. Власть дается для искоренения невежества. Уж больше столетия, сказал он себе, как калежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет. Отчего? А от того, сударь мой, что не все калежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества. Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет, да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздоху не было, чтоб куда оно не сунулось, везде ему мать. И как только решил про себя выдумщик, какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит, все нерассудительные выдумки выдумывает. Строчит с утра до вечера. Но так, как он и сам не понимает, что строчит, то все выходит у него без связи, в разброд. То вдруг с большого ума покажется от того в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, и вот готов проект общину упразднить. То вдруг мелькнет от того царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет. Немедленно таковых приобрести. Или вздумается, истинное основание русскому невежеству полагают кабаки. Сейчас резолюция кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А, наконец, и еще. Куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях вместо ржи персидскую ромашку, а на огородах вместо репы морковь? И опять резолюция. Дать знать, кому ведать надлежит, и так далее. Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему, в видах твоего искоренения необходимо упразднить общину. Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал, думал, калежский асессор, и, наконец, хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство — это экзекуция. Конечно, рассудил он сам собою, это то же самое, что в древности называлось поронцами. Но ведь одно другого дороже или церемониться, или достигать, поронцы так поронцы. И вот сидит он, да нерассудительность свою неуставаючи тешит, а по дороге солдатики врага трубят, а в рощице волосные начальники веники режут, а на селе мужичок кричит «Ваши сгородья не буду!» Слышит эти крики выдумщик, но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание «Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно». И что всего ужаснее. Не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару носили, на коленях просили, не внемлет и не приемлет. «Глупенькие», говорит, «стерпятся, слюбятся, а после вы меня же благодарить будете». Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они вопиют «Ваше сгородье не будем». Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего одолели, о племенных жеребцах докучали, а начальство по недоразумению племенных поросят прислало. Кабаки закрыли, корчемщиков развели. Одна только община осю пору цела стоит. Видно, уж сам Бог ее бережет. Подьячие были исчерпаны. Только и додумался изуверов до этих четырех типов, да может быть и в самом деле, только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную, но и как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело. Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование, но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира людишек. Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, и та показалась мне умницей. Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству. А сверх того, они живут хотя и скудную, но все-таки живую жизнью, в которой имеются некоторые общие людскому роду инстинкты и вожделения. Словом сказать, принимают участие в общей жизненной драме. Тогда, как деревянные людишки, представляются нам как-то наянливо сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме, в перемешку с другими такими же куклами, живая кукла уже потому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаяльностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния. Правда, изуверов утверждает, что его людишек можно легко угомонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так. Но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший изуверова, и от живых людишек отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь. Но сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то изуверов окажется неправ и в другом. Он слишком презрительно, свысока отозвался о присланный из Петербурга новобрачный, слишком поспешил назвать ее пустою куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, не изобретать, не мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки, и уметь со вкусом распорядиться наружными украшениями. А во-вторых, как новобрачная, эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает, на какой предмет и в каком градусе? Странные вопросы. Да на всякий предмет и во всяком градусе, вот и все. Природа благосклонна, люди злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия. Люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает изуверов своих деревянных людишек. Вот тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно в полном смысле этого слова. Не угомонить куклу, не уйти от нее нельзя. Сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу. И не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль. Ну может быть жизнь уж и созидает таких людишек. Может быть в тех бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не вредкость те потрясающие кукольные комедии, в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека. Может быть изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью. Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование, тайна куклы есть самая существенная, самая захватывающая. Конец секции 8 Игрушечного дела людишки Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись Либри Вокс является общественным достоянием. Секция 9 Чижиково горе Канарейку за Чижика замуж выдали и свадьбу на славу справили. В магазине забава и дело купили новенькую кирку, за пастора ученый снегирь был, скворцы величальные песни пели, а для наблюдения за порядком полицеемейстер отряд копчиков прислал. Чуть не со всего леса птицы слетелись на молодых поглазеть, да и почтенных гостей нашлось довольно. У Чижа был шафером зяблик, у Конарейки соловей, сам ястреб к невесте в посаженные отцы набивался, но родители под благовидным предлогом от этой чести уклонились и пригласили глухого тетерева, того самого, который еще при царе Горохе во внимание к дряхлости и потере памяти в сенате посажен был. И молодые и родители и поезжане все были веселы. Чижик выступал гордо и предвкушал. Конарейка перебирала носиком перышки, родители думали, ну, слава Богу, одну дочку сбыли. А поезжане мечтали о той горе конопляного семени, маринованных комаров, вареных в сахаре мух и прочего, которую им предстояло уничтожить на новоселье у Чижика. Только ворона вещунья без пути каркала. Не будет проку от этого брака, не будет, не будет, не будет. Хотя между людьми ворона и слывет глупую, однако птицы отлично знают, что ежели она каркает, то значит есть у нее на то основание. И точно, едва раздалось воронье карканье, как кукушка первая прокуковала ку-ку, как бы и в самом деле по вещуньиному не сбылось, а за нею следом в том же смысле свистнули синичка, грехвостка, пеночка. И все начали всматриваться в молодых, начали припоминать, обратились к интимной истории этих двух существ, за минуту перед тем связавших друг друга неразрывными узами, вспомнили их наклонности, вкусы, привычки, и, как водится, в результате вышла картина. Чижик был малый, простодушный и добрый, имел три характеристические особенности неприхотливость, аккуратность и домовитость. сверх того, он был и немолод, хотя надежда, что в случае чего он еще может за себя постоять, не покидала его. Всю жизнь он служил в интендантском ведомстве, дослужился там до майорского чина и там же образовал свой ум и сердце. Взяток он не брал, царство хищения кончилось, однако нелицеприятными действиями успел таки скопить капиталец. Однажды ему удалось приобрести по случаю хорошую партию канареечного семени, и вот тогда-то в голове у него блеснула мысль «Женюсь на канарейке и буду жену и детей канареечным семенем кормить». Отца и матери он еще слетком будучи лишился, наследства никакого не получил, а потому охотно выставлял на вид, что солидным своим положением в обществе обязан единственно самому себе. Даже ведерко с водой он выучился таскать самоучкою. Таков был умственный и нравственный облик новобрачного. Особенных поводов для симпатий он, конечно, не представлял, но с легальной точки зрения это был обыватель, какого лучше не надо. В наружности его тоже не замечалось ничего обольстительного или блестящего, напротив, вся его фигура поражала несомненную будничностью и заурядностью. Даже воробьи смеялись, как он, желая сказать девице комплимент, потряхивал фалдочками и пущал глаза в раскос. Да и комплименты выходили у него неинтересные. Либо интендантский анекдот расскажет, либо похвастается, что, как бы дешево не просил с него извозчик, он ему всегда пятачком меньше дает, а ежели время терпит, то и пешком пойдет. И вот, благодарение Богу, обыкновенно заканчивал он, не только себя могу прокормить, но и семью-с. Родителям такие речи очень нравились, и они так усердно ловили его в свои селки, что однажды чуть было совсем не удавили. Но дочки-девицы называли его интендантскую холерою, и при появлении его мгновенно разлетались, хотя маменьки и приказывали им рести. И он не только не оскорблялся этими девичьими поступками, но даже успокаивал родителей, говоря, ничего-с, я привык-с, это в них девичья-с. Когда я в интендантском ведомстве служил, так одна трясогузочка была-с. Ну, такая доложу вам, отдай все, да и мало. И тоже на первых порах хи-хи, да ха-ха. Я ей говорю, познакомим тесь, мамзель. А она, ах, нет, вы противный. Словом сказать я за ней, она от меня туда-сюда настиг-с. И что же-с? Впоследствии даже хвалила. Так вот вы, Иван Иванович, какой, шутили родители. Чего доброго, детей у вас на стороне нет ли? Наверное, сказать не могу, но поручиться не смею-с. Природную слабость в свое время в совершенстве выполнил-с. Вообще, я насчет этого, так полагаю, излишеств допускать не следует, но в припорцию отчего же себе удовольствие не предоставить. Я и от водки не отказываюсь, пью-с, но не без просыпу-с, а, как в песне поется, по этой причине-с. В последнее время он службу оставил. Сы-ц. Прихоти у него были небольшие, да и капиталец, который ему Бог на службе послал, он крепко зажал. Следовательно, одних казенных процентов ему за глаза довольно. А ежели он свой капитал взаймы под вторые закладные раздаст, так и деваться с деньгами будет некуда-с. одежа у меня даровая, Богом предназначенная, говорил он, ем я тоже не покупное, а Богом предназначенное, а ежели удовольствие себе захочу доставить, так и это дорогого не стоит, спою песню вот и прав-с. Следственно, покуда есть на свете мухи, пауки, червяки и другая подобная снеть, и покуда я в силах ловить, я обеспечен-с. Ежели же силы меня оставят, тогда придется помереть? Что ж такое-с? И с прочими птицами завсегда так бывает-с? Но ежели и на службе он ни о чем с таким удовольствием не мечтал, как о семейном очаге, о самоваре, халате, двуспальной кровати и других идеалах семейного счастья, выработавшихся в интендантском ведомстве? Что такое бессемейный чиж, рассуждал он, медицинские термины больше ничего-с? То по выходе в отставку эта мысль начала угнетать его с каждым днем все больше и больше. И вот, наметивши желтенькую канарейку, он надел мундир, прицепил шпоры, все это он при отставке в воздаяние получил, и отправился к родителям своей суженой рекомендоваться в качестве жениха. В первый раз в жизни восторг овладел его сердцем, в первый раз в жизни он пропел по улице мостовой и не сфальшивил. Страсть к красавице канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег мог даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданное. А это было, пожалуй, не лишним, потому что невеста была барышня светская и образованная, любила пожиманиться, принарядиться, пела «Си ву на верьян», а «Медире» играла на органчике «Ле Руисо» и скучала, ежели около нее кавалеров не было. Может быть, она и добрая была, да некогда ей было об этом подумать. То новые фасоны из магазина привезут, то юнкера к братцу в гости прилетят. Так промеж дел доброты своей и не рассмотрела. «Барышня, можно у вас ножку поцеловать?» приставали к ней юнкера. «Ах, какие вы! Ну, целуйте! Только и всего!» И родители у нее были светские и тоже без гостей скучали. Папаша в канареечной губернии пять трехлетий предводителем прослужил, четыре наследства спустил, с год тому назад последнее выкупное свидетельство проел, а теперь жил финансовыми операциями и до того изловчился, что от извозчиков через проходные ворота улепетывал. Что касается домомаши, то она как с молоду канарейкой была, так и под старость канарейкой осталась. Прыгала с жердочки на жердочку, высматривала, нет ли где кавалеров, и с благодарностью вспоминала, как она, будучи предводительшею, писанные пряники ела, а павлин губернатор, завидев ее, хвост распускал. В этом же духе она и старшенькую дочь свою воспитала. «Я мою девочку на высшие курсы не посылаю», сказала она Чижику, когда он посватался. «По-моему, умела бы девушка по-французски да с жердочки на жердочку прыгать, да одеться к лицу, да гостей занять. Вот и все, что для счастья женщины нужно». И хорошо сделали сударыня, что девицу вашу в страхе божьем воспитали, согласился Чижик. «Мужескому полу действительно необходимо географию знать, потому что не равен час, начальство приказывает лететь, а куда неизвестно, а девицу всякий кавалер с удовольствием проводит, лишь бы не заблудиться-с. Ах, нет, на этот счет вы можете быть покойны, майор, у меня такая дочка умница, что ежели даже с уланом в дремучий лес попадет, то и тогда вот низ эстолько себя не повредит. Дай богс! Кроме этих трех личностей, в семье была еще младшая дочь и два сына. Младшая дочь скорее на новорожденного галчонка, чем на канарейку. Так ее и по имени звали Галочка, Галина, а старшую дочь звали Прозерпиночкой. Похожа была, и потому домашние смотрели на нее, как на сандрильону. Но она была девушка добрая, преданная семье и бодрая, и, несмотря на то, что ею, как горничной, помыкали и каждым куском попрекали, горячо любила и родителей, и сестру, и братьев. Об одном только потихоньку плакала, что заботы по дому не позволяют ей на высшие курсы ходить. Что касается братьев, то старший служил юнкером в ландском полку и никак не мог сдать экзамен из закона Божия, а младший ходил в гимназию и не понимал, зачем начальству понадобилось, чтобы он греческий язык знал. — Ну, на кой мне, маменька, черт, этот остолопий язык! жаловался он мамаши своей. — Ну, латинский, это я еще понимаю, монс, портуриенс, мус, мус, мурис, монс, монтис, портурио, портуриви, портурире, допустим. Рецепт написать, цитату в передовую статью подпустить — готово. — Но греческий, ну, зачем, спрашиваю я вас, мне греческий язык, может быть, для поведения? — догадывалась мать. — Ах, маменька! Целый день в этом доме шла суматоха и хлебосольство, целый день гостей. С жердочки на жердочку прыгают, на органчике играют, песни поют. Канареечное семя цитварное, хлеб в молоке моченый, яичные желтки, протертые со стола, не сходят, а между тем в мелочную лавочку полгода по счету не плачено. Перевертывается старый кенарь, словно вьюн на сковороде, придумывая, как ему деньгами раздобыться. Каждое утро только и делает, что по приятелям летает. Одному скажет, что у него тетка на днях померла, так надо денег, чтобы наследство получить. Другому скажет, что у него в занадельной земле каменный уголь появился, а достать его без капитала нельзя. Третьему просто-напросто объявит, что деньги до зарезу нужны. А иногда подойдет к какому-нибудь из гостей юнкеров и скажет, нет ли у вас, молодой человек, двугривенного, я вам завтра с благодарностью отдам. И давали, но зато и жуировали. Прилетят у лана юнкера, прижмут прозерпиночку в уголку и крутят усы. А бедная галочка видит, какой опасности сестрице подвергается и заливается плачет. Такова была семья, в которую вознамерился вступить Чижик. Все соседи знали, что старый кенарь дотла прогорел, что старую канарейку на днях еще видели, как она в кустах с дроздом ростовщиком шушукалась, что сама прозерпиночка под предлогом уроков пения к соловью летала, а потом будто бы жировое яичко снесла. Но Чижик словно ослеп и оглох. Заручившись родительским согласием, он восторженно перелетал с дерева на дерево, подстерегая, как его красотка невеста в корыдце купается, и когда успевал подстеречь, то пел. Пел фальшиво и неистово, но, увы, это был единственно доступный для него способ возблагодарить творца за оказанные ему всей жизни благодеяния. «Чувствую и знаю», пел он, «что не подчину мне милость сия, но подчусь заслужить оную в будущем». Впрочем, к чести прозерпиночки надо сказать, что она, будучи невестой, немало не скрывала от чижика своего равнодушия. Когда родители объявили ей, что майор сделал ей честь и что они уже заранее изъявили согласие, она тут же залилась звонким смехом и сказала, «Ах, мама, посмотрите, какой он уморительный!» И затем, когда родители с намерением оставили их вдвоем, чтобы они поближе друг к другу узнали, у них вместо комплиментов завязался довольно-таки откровенный разговор. «Вы скупой?» спросила его прозерпиночка. «Я не скуп, я бережливс», ответил чижик. «Я так полагаю, зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить?» Высказавши это, майор любезно шаркнул ножкой, но, увы, поступок этот не только не тронул прозерпиночку, но, напротив, пробудил в ней новый взрыв веселости. «Ах, как вы уморительно ножкой шаркаете! Шаркните еще, еще, вот так, ха-ха! Что же вы дома едите? Гадость какую-нибудь?» «Сам я ем пищу богом предназначенную, простую, но здоровую, а для вас я канареечное семя предоставлюсь». «Ах, нет, я салат больше люблю». «И салат сюда стать не диковинка-с! слетаю утречком в огород и нащиплю по секрету-с! Другому бы это больших денег стоило, а я для вас и задаром спроворю». «Ну, а какой же вы мне подарок сделаете? Недавно вот из Парижа новые фасоны манжеток прислали. Подарите-ка, а?» «С превеликим моим удовольствием-с! Сегодня же пауку закажу, чтоб завтра чуть свет были готовы». «Да, но ведь такие манжетки дороги!» «Не извольте беспокоиться-с! Придет ко мне уже паук за деньгами, а я его съем-с! Вот мы и будем квиты! Ха-ха! Какой вы уморительный!» Так и пошло у них. Нет, чтобы сказать жениху «миленький» или «душечка». Уморительный и больше ничего. И чем дальше, тем невеста делалась развязнее и развязнее. с женихом почти вовсе не занималась, а окружала себя юнкерами и гимназистами и самым бессовестным манером шушукалась с ними. «Знаете ли, майор, что мне про вас рассказывали?» говорила она ему в упор. «Что вы в последнюю войну армию и флот гнилыми сухарями кормили?» Он конфузился, но не опровергал, потому что хоть и не заведовал он сухарями, но все-таки был за ним грех. Для лошадей сено со всячинкой заготовлял. А это, пожалуй, похуже гнилых сухарей будет, потому что солдат он пожаловаться может, а у лошади и слов-то для жалобы нет. Ах, нехорошо он тогда поступал. Иногда прозерпиночка даже прямо всей компанией над ним насмехалась. Задумают, например, молодые люди в горелке играть, а он постылый тут же торчит. Вот и заставят его гореть, да глаза вдобавок завяжут лови. Бросится он стремглав вперед, крылья распустит, летит, а она с подружками да с юнкерами в кусты выглядывают оттуда и кричат «Лови, майор, лови!» покуда он с размаху о сосну грудью не треснется. На первых порах старая канарейка побаивалась, как бы майор не обиделся и от времени до времени даже покрикивала на дочь «Финиссе!» Но когда убедилась, что с майора как с гуся вода, то махнула рукой и только каждый вечер аккуратно обращалась к жениху «Нет ли у вас майор целкового? Мы вам завтра с удовольствием отдадим!» Одна только галочка жалела бедного чижика и, кто знает, не участвовало ли в этом жалении более сладкое чувство. По крайней мере, однажды, поздно вечером, когда майор лениво шайляк рельем возвращался во свояси, галочка обогнала его. «Ну, к лицу ли вам такую красотку любить?» сказала она ему. «Женитесь-ка лучше на мне, я вас вот как покоить буду». Но он словно одеревенел, даже не выслушал порядком галочкиных слов и грубо ответил. «Кабы я на галке жениться хотел, то галку бы и сватал за себя, а так как я к сестрице вашей присватался, то стало быть, с ней и круг действия совершить желаюсь». Впрочем, нельзя сказать, чтобы он уж совсем ничего не понимал. Напротив, он очень много и очень тонко понимал, но в то же время он ясно видел, что попался и что судьба его решена бесповоротно и навсегда. Почему навсегда? Он не мог себе дать в этом отчета, а только одно твердил. Бесповоротно навсегда. И вот он женился. После свадьбы целый вечер бражничали, так что и вечерняя заря уж с час назад потухла, когда Чижик собрался на гнездышко с молодой женой. Хорошо ему было, дивно, тёплая ночь благоухала, звёзды в тёмной синеве неба, как алмазы играли, а он, Чижик, весь горел. Восторг катился по жилам его, дивный, опьяняющий восторг. Не то петь ему хотелось, не то рыдать, но в то же время какая-то чуткая деликатность заставляла его сдерживать свои порывы. Сама прозерпиночка казалось подчинилась обаянию этой страсти. Она томно закрыла глазки и сладко вздрагивая клюнула его носиком в темечко. Но в эту самую минуту вдруг мимо Чижикова дупла пронеслась пьяная процессия. Это были братцы в сопровождении целой оравы товарищей. Они с гиканьем и свистом гремели песню «Мальбург в поход поехал». Заслышав эти звуки молодая мгновенно переродилась в ночном дизобелье выбежала она на край дупла и вплоть до поздних петухов прахохотала с юнкерами. Чижик, одевшись в мундир, стоял позади молодой жены и тоже старался веселиться. Но, увы, он скоро убедился, что в майорском чине веселость уж не к лицу. Как он не нудил себя, но чин в соединении с преклонным возрастом взяли таки свое. Глаза его сомкнулись сами собой, а через минуту громкое сопение наполнило всю внутренность дупла. Даже последовавший затем взрыв смеха не разбудил его. Так в мундире, застегнутом на все пуговицы, он и проспал свою медовую ночь. С этой минуты он окончательно погиб в глазах молодой жены. Когда он проснулся, хотя это было еще очень рано, прозерпиночки уже и след простыл. Чечеточка, девушка, которую он для прислуг нанял, доложила, что барышня к мамаше улетела и будут ли дома кушать или нет, неизвестно. Барышня это слово точно кипятком его ошпарило. Он выглянул из дупла и прыгнул на ближайший сучок. Кругом царствовала мертвая тишина, которая предшествует пробуждению и во время которой вся природа представляется как бы неживущую. Птицы еще не проснулись, даже листья на деревьях не трепетали, но восток уже олел и майору показалось, что разоперстая аврора, иронически приветствуя его, делает ему нос. Очевидно, что в эту ночь в его существовании совершилось нечто очень важное, ложившееся на все его будущее неизгладимым темным пятном, что ему предстояло выполнить какой-то долг, весьма, впрочем, незатруднительный и всякому чужу свойственный, но он, как раб ленивый и лукавый, этот долг не осуществил. Приступив к всестороннему обсуждению своего положения, он прежде всего слукавил. Или, говоря словами науки, начал рассматривать дело с точки зрения причин его породивших. По зависящим ли от него причинам он не осуществил своего долга или по независящим. Кабы я был этому делу причинен, говорил он себе, ну тогда точно, хоть голову с меня снимите, ежели я виноват, слова не скажу, а то никакой с моей стороны причины нет, и надко что сделалось. Но едва он придумал этот изворот, как тотчас же понял тщету его. Есть факты, относительно которых закон причинности не допускается. Они должны быть осуществлены неупустительно, и никакая логомахия не воссоздаст того, что должно было быть и чего не было. Нет, для него оправданий нет. Ни один молодой муж, ни одна любящая мать, ни один суд присяжных, ни же коронный суд, никакого другого приговора ему не вынесут, кроме слов «срам, срам, срам, срам». Он должен был отразить нападение пьяной ватаги, он должен был сделать свое гнездо неприступным, должен был грудью защищать свое право на осуществление долга, вступить во имя долга в кровавый бой. Киль муру. Срамс, повторил он автоматически и автоматически, же не снимая мундира, растрепанный, с тощим желудком, полетел туда. Старая канарейка уже проснулась и сидела злая-призлая. Кроме того, что с ее прозерпиночкой случился такой срам, ночью прилетела к ней в гости из-за тридевять земель канарейка кузина и вконец расстравила ее своими рассказами. Она тоже выдала свою милочку замуж за снегиря, но какая разница, ах, какая разница, так милочку муж любит, говорит гостья, так любит, представь себе, гостья склонялась к уху кузины, шептала ей нечто и с радостным ужасом откидывалась назад, повторяя, но представь себе удивление моей цепочки, а старая канарейка слушала и злобно скрипела носиком. Ну, дай бог, милочки, дай бог, шептала она, а вот мы, кому счастье, а нам твою милочку муж вон как обрадовал, а у нас кого другого, а прозерпиночку мою, кажется, уж обглотком назвать нельзя, и полненькая, и резвенькая, и щечки, и грудка, и что ж, даже внимания мерзавец не обратил, и в эту самую минуту явился Чижик, и только что хотел принести оправдание, как огорченная теща, указывая на дверь, закричала «Сорте! Срам, сударь, срам, срам, срам!» А за нею словно эхо и кузина повторила «Срам, срам, срам!» Оглушенный он хотел лететь, куда глаза глядят, но у него даже крылья как будто перешибло. Он пошел по дорожке, направляясь к своему дуплу и думая скрыть в нем свой срам, но птицы уже проснулись и все знали. И хотя ни одна ему ничего подходящего в глаза не говорила, а некоторые даже подлетали и поздравляли, но он совершенно ясно видел, что у всех в глазах было написано «Срам, срам, срам!» К вечеру однако же прозерпиночка воротилась, но не сказавший бунжур прямо пролетела в свое гнездышко. «Милая, миленькая, ангельчик!» свистнул ей вслед майор и так жалобно, что чечеточка, хоть и из простого звания птичка, а прослезилась. Но прозерпиночка не ответила ни одним звуком, и чижик слышал только, как она лапками раздвигала в гнездышке пух, устраивая себе на ночь постельку. «Супруга, Богом мне данное!» не свистнул, а как-то взвыл майор и залился слезами. Но и на этот призыв прозерпиночка промолчала. Он подошел к ее постельке и склонился над нею, но она уже спала или, скорее всего, притворялась спящую. И эту ночь пришлось майору провести в одиночестве. Мундир, конечно, он снял, но брюки снять не решился, чтобы не сконфузить прозерпиночку. А на другое утро, как ни рано он проснулся, прозерпиночки уже не было, она улетела к родителям. Майорский мартиролог начался. В продолжении целого месяца молодая жена ни одним словом с ним не перемолвилась. Каждый вечер прилетала она в Чижиково дупло, укладывалась в гнездышке и каждое утро исчезала так таинственно и проворно, что майор никак не мог подстеречь. Раза четыре в течение этого времени прилетала она в сопровождении ватаги юнкеров и гимназистов, призывала чечоточку и заказывала ей богатый ужин. Но и она, и ее собутыльники самым наглым образом пили и ели на глазах у Чижика и ни разу даже спасибо ему не сказали. Точно он был не хозяин своего дупла, а сторож при нем. В Женином семействе майора иначе не звали как мерзавцем. А мерзавец-то опять выигрышный билет купил, сообщала старая канарейка загостившейся кузине, или скоро, кажется, мерзавец с ума сойдет. Задумываться начал. Один старый кенарь, тесть, от времени до времени посещал майора, утешал его и даже обещал высечь прозерпиночку, но обещания не выполнил, а только выманил у зятя целую уйму двугривенных. Прошел и еще месяц. Отношения прозерпиночки к майору несколько изменились, но не к лучшему. Канарейка постепенно вошла в свою роль, обнаглела. Она уже не разыгрывала молчальницу, но обращала к Чижику свою речь таким тоном, каким должна говорить королева с каким-нибудь безвестным дворцовым истопником. «Денег надо», говорила она. «Сколько-с?» «Не сколько, а давайте». Нисколько, ни на какой предмет, молчок. Может быть, она поступала так с умыслом, желая повредить Чижику душу? Ну, может быть, и без умысла. Так. Душа канарейки потемки, и ни один мудрец не разберет, где в ней кончается грациозное порхание мысли, и где начинается мучительство. Как бы то ни было, Чижик не прикословил. Он уходил на минуту в заднее отделение дупла, и дрожащими руками выносил оттуда свою копилку. И покуда она зря черпала в россыпи серебряных пятачков и как-то странно при этом улыбалась, он чувствовал, что у него душу вынимают. Не потому, чтобы он был скуп, а потому, что от природы имел потребность во всякое время знать состояние своей кассы в точности. Ограбивши мужнину кассу она улетала, а через час он уже видел и результаты произведенного грабежа. Прозерпиночка во главе целого косяка улан и светских дам полулегкого поведения с шумом и песнями пролетала мимо и садилась на ближайшую поляну. Там устраивался на Чижиков счет веселый пикник и вся ватага вплоть до вечерней зари кутила, пела, водила хороводы и по временам разлеталась в кусты для отдохновения. Однажды вечером Прозерпиночка прилетела домой в необыкновенно возбужденном состоянии. Летала по дуплу, чуть грудочку себе не расшибла, кружилась, пела, смеялась, плакала. Майор смотрел на нее сначала испуганно, но потом вдруг умилился. Его голову озарила несчастная мысль, что Прозерпиночкино сердце растворилось, что испытанием его наступил конец, что она сама идет к нему навстречу, идет для того, чтобы поить его блаженством, блаженством, блаженством без конца. Сладкая и в то же время жгучая волнение овладела всем его существом и пробудила в нем смелость не всякому интендантскому майору свойственную. В чаду страсти он тихонько подкрался к Прозерпиночке в ту минуту, когда она, вперевши глаза в темное пространство, стояла у входа и тихонько стукнула ее носиком в темечко. «Дурак!» крикнула наему в упор и, уклонившись от его объятий, порхнула вон из дупла. Это был с ее стороны очень решительный шаг. До тех пор она улетала днем, теперь улетела ночью. На другое утро она, однако, вернулась, но целый день скучала, плакала, нигде места себе найти не могла. А вечером, едва майор засопел, опять улетела. Так продолжалось целых две недели. Ночью таинственное исчезновение, днем истерика, слезы. Майор весь истрадался, ходил за ней по пятам, держа в носике на случай дурноты ведерочка с водой и слезно убеждал «Выкушай, водицы, откройся мне! Ну, никак мужу, увы, я этого счастья не заслужил, как отцу, как брату, кто тебя мою пичужечку обидел!» Дурак! Наконец она не возвратилась совсем. Ждал майор день, ждал другой и решился ждать без конца. Тяжкое время для него настало, время полного одиночества. Жена бросила, родственники, не предупредивши ни словом, скрылись. Должно быть, и впрямь старый кенарь после тетки наследство получил. А прочим птицам ему было совестно в глаза смотреть, потому что он все-таки не смыл своего позора, не оправдал себя. Даже девушка чечеточка и та расчеты потребовала и где-то на чердаке с воробьем гнездо свела. До сих пор у него хоть страдания были, страдания жгучие, острые, которые давали ему возможность метаться от боли, проклинать и надеяться. Теперь страдания остались, но приняли тупую форму, которая сковывала его движения, парализовала волю и наполняла будущее безрассветным мраком. Между тем наступила осень. Птицы усиленно захлопотали около гнезд. Он один ничего не предпринимал, не решаясь, лететь ли на теплые воды или остаться на родине. Полились дожди, задули холодные ветры, роща обнажилась и тоскливо шумела. Ночи сделались долгие, темные. А он целые ночи напролет голодный и холодный просиживал, не смыкаючи очей у входа своего неухиченного дупла и ждал. Сколько раз хищная сова пролетала мимо, задевая крылом за его дупло, сколько раз заглядывал в дупло кровожадный бурундук, но по счастливой случайности ни сова, ни бурундук не потревожили его. Очень возможно, что с точки зрения съедобности он представлял для хищников уже слишком ничтожную величину, но возможно и то, что хищники знали, какой он был в свое время дельный интендантский офицер и, не желая лишать отечества его услуг в будущем, щадили. Понимая, что жизнь его разбита, он невольно обращал свою мысль к прошлому. Все там было так чисто, аккуратно, что сердце в чуже радовалось. Да и не без приятностей с. Не одни интендантские мероприятия, но, например, тресогузочка с. Что за шустренькая, аккуратненькая была девушка, точно огурчик. И тоже сначала, ах, какой вы уморительный, уморительный, да вдруг, ах, миленький, какая я была глупенькая, сколько задаром времени потеряла. Жениться бы ему на ней, а он вместо того с шестерыми ребятами ее бросил. Или опять. Заехал он раз к перепелочке вдове, которая постоялой двор при дороге держала и просом да гречневой крупой поторговывала. слово за слово, почем проса, крупа почемс, чей скучно вам одним без мужа сударыня. Смотрят, ан и огни везде потушили. И тут бы ему жениться следовало, а он пообещал и был таков. Хорошо было тогда дивно, и чем бесчеловечнее он в ту пору с трясогусками и перепелками поступал, тем больше гордился, тем больше слышал себе похвал. Все интендантские писаря говорили о нем, у нас майор лихой, ишь ножками семенит, ишь похаживает, так им дуром и надо. Ба, да не поступить ли опять в интендантство? Что же такое? Взял перо, написал просьбу, примут, право, с удовольствием примут. Но едва появлялась эта мысль, как он уже гнал ее от себя. Не от трясогусках и перепелках он должен думать, нет, не о них. Отныне ему предстоит одно, изнывать от боли и ждать. Ждать свою бесценную желтенькую барышню, свою богом данную жену. Прилетит она, вот увидите, уже прилетит. По временам, однако ж, он возмущался. Но не сам собою, а под влиянием наущения неблагонамеренных птиц, которые прилетали к нему попросить денег взаймы. В особенности тлетворно действовал на него в этом смысле дрозд. Он начинал всегда с того, что выражал соболезнования по поводу его одиночества. И затем, переходя от одного соболезнования к другому, очень ловко инсинуировал, что по нынешнему времени и развестись ничего не стоит. Нанял облаката и дело с концом, убеждал он. Облакат тебе все в одночасти свертит, право, разведись, что на нее на шлюху смотреть? А кроме дрозда и зяблик его смущал, но этот был против развода, а советовал в волосную прошение подать. Много для них чести будет, колей со всякой шлюхой разводиться придется. Говорил он, ступай прямо в волосную, такую ли ей там баню зададут, да новых веников не забудет. И вот однажды майор поддался искушению, полетел в Петербург и прямо объявился к облакату Балалайкину. Хочу от живой жены на другой жениться, орудуй. С удовольствием, ответил Балалайкин, я сам от четырех живых жен на пятый женат и вот, как видите, даже в арестанских ротах не сиживал. Но уже по тону, которым Балалайкин эти слова сказал, Чижик понял, что проку от его ходатайства ждать нельзя. Заплатив Балалайкину двугривенный за одно вранье, он, скрипя сердце, направил свой полет в волосную, но и тут потерпел неудачу. Приведи ее, мы выпарим, ответили ему совершенно резонно. А коли будешь и впредь бесполичного здешнее место утруждать, мы тебя самого разложим, не посмотрим, что ты майор. Это был, так сказать, последний проблеск бунтующей плоти. Он воротился домой и окончательно присмирел. Прошла зима, полузамерзший, наголодавшийся, чуть живой, чижик вылез из своего дупла и едва-едва долетел до речки. Лед был уже настолько слаб, что в некоторых местах образовались полыньи. К одной из них он приблизился, надеясь чем-нибудь поживиться, какую-нибудь ветошью, но, увидев в воде свое изображение, так и ахнул. за зиму он до того похудел, осунулся, отощал, что мундир висел на нем как на вешалке. От прежнего, аккуратно застегнутого, чистенького и сытенького чижика не осталось и следа, даже шпоры, и те неизвестно куда девались. С тоскою в сердце обернулся он в дупло и сразу утратил веру в более светлое будущее. Что пользы, ежели он и дождется ее, какое он сделает ей приветствие, какие представит доказательства супружеской любезно-верной преданности. И вдруг в один теплый майский вечер она воротилась, воротилась худая, больная, истрепанная и как будто не в себе. Хохолок на головке был выщипан, перышки на крыльях помяты, хвостик жиденький, даже желтенькое платье выцвело и посерело. И вся дрожала не то от холода, не то от стыда. На силу чижик ее узнал. «Вот и я пришла», сказала она. «Живи», ответил ей чижик. Только и разговору промеж них было, о прошлом молчок, о будущем не гугу. И живут с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают. Может быть, ждут чудо, которое растворит их сердца и наполнит их ликованиями прощения и любви. Но, может быть, сознают себя окончательно раздавленными и угрюмо ропщут. Он «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она «Ах, заел ты мою молодость, распостылый майор!» Конец секции девятой Чижикова горя Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция десять Верный трезор Служил трезор ка-сторожем при лабазе московского второй гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался. Даже живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал. С утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается. Кавиант консулес. И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет бывало хозяйский кучер овес воровать, трезорка хвостом машет, думает, много ли кучеру нужно, а случится прохожему по своему делу мимо двора идти, трезорка где еще заслышит, ах, батюшки воры, видел купец Воротилов трезорки на услугу и говорил, цены этому псу нет, и ежели случалось в лобас мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет, дайте трезорки помоев, а трезорка из кожи от восторга лезет, рады стараться, ваше степенство, ам, ам, почивайте ваше степенство спокойно, ам, 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 однажды даже такой случай был, сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал, так и на него трезорка такой саддом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети все выбежали, думали, грабят, смотрят, он гость дорогой, ваш скородие, милости просим, цит трезорка, ты это что, мерзавец, не узнал, а? Ваш скородие, водочки, закусить, благодарю, прекраснейший у вас песик Никанор Семенович, благонамеренный, такой пес, такой пес, другому человеку так не понять, как он понимает. Собственность, значит, признает, а это по нынешнему времени, ах, как приятно! И затем, обернувшись к трезорке, присовокупил. Лай, мой друг, лай, нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, и тот по песь ему лаять обязывается. Три раза воротилов трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором, удивительно, как к нему этот костюм шел, выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял, думал этим его соблазнить, а трезорка корочку обнюхал. Да как! Вцепиться ему в икру! Во второй раз целую колбасу трезорке бросил. Пиль, трезорушка, пиль! А трезорка ему фолду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную, думал, на деньги пес пойдет. А трезорка не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались, стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается. Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал трезорке, «Перепоручаю тебе, трезорка, все мои потроха, и жену, и детей, и имущество стереги. Принесите трезорке помоев». Понял ли трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой в силу собачьей природы лай из него словно из пустой бочки валил, только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню. Скакать устанет, ляжет, а цепью все-таки погромыхивает, вот он я. Накормить его позабудут, он даже очень рад. Ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он чего доброго в одну неделю разопсеет. Пинками его члядинцы наделят, он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина того гляди позабудет. Надо с нами со псами серьезно поступать, рассуждал он, и за дело бей, и без дела бей, вперед наука, тогда только мы, псы, настоящими псами будем. Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят, поглядят, да и подожмут хвост. Куды тебе? Уж на что трезорка детей любил, однако и на их искушение не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети. Пойдем, трезорушка, с нами гулять. Не могу. Не смеешь? Не то, что не смею, а права не имею. Пойдем, глупый, мы тебя потихоньку, никто и не увидит. А совесть? Подожмет трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше. Сколько раз и воры сговаривались. Поднесемте трезорке альбом с видами замоскворечья. Но он и на это не польстился. Не требуется мне никаких видов, сказал он. На этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу. Каких еще видов нужно? Уйдите до греха. Одна за трезоркой слабость была. Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно. Кутька в том же дворе жила, и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет, поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с трезоркой не поделилась. Но трезорка немало за это на нее не претендовал. На то она и дама, чтобы сладенька поесть. Но когда Кутькина сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие схлипывания, трезорка с своей стороны поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А трезорка с Кутькой взволнованные, счастливые убегали к Серпуховским воротам. В эти дни купец Воротилов делался зол, так что, когда трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавший хвост подползал к ногам его. И не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвизгивал «Миа кулпа, миа максима кулпа». В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства, но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что, ежели его в таких случаях не бить, непременно он разопсеет. Но что было особенно в трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никанор или сам именинник, Анфиса или сама именинница на дворе, он все равно, что в будни на цепи скачет. Да замолчи ты, постылый, крикнет на него Анфиса Карповна, знаешь ли, какой сегодня день? Ничего, пусть лает, пошутит в ответ Никанор Семенович, это он с ангелом поздравляет, лай, трезорышк, лай. Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия, это когда бодливой хозяйской корове рохли, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал таки он, когда она пошла по двору звонить. Вот тебе счастье какое, а за что? Сказал он рохли с горечью. Только твоей и заслуге, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему какая же заслуга? Молоко у тебя дыровое, от тебя независищее. Хорошо тебя кормят, ты много молока даешь, плохо кормят и молоко перестанешь давать. Копыта об копыта ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают. А я вот сам от себя моту прорио, день и ночь маюсь, не доем, не досплю, инда осип от беспокойства, а мне хоть бы гремушку кинули. Вот, дескать, трезорка знай, что услугу твою видят. А цепь-то? Нашлась Рохля в ответ. Цепь? Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак, что он стал быть награжден уже изначало, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил, и что отныне ему следует только об одном мечтать, чтоб старую, проржавленную цепь, он ее однажды уже порвал, сняли и купили бы новую, крепкую. А купец Воротилов точно подслушал его скромно честолюбивое вожделение. Под самый трезоркин праздник купил совсем новую надиво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к трезоркину ошейнику. Лай, трезорка, лай! И залился он тем добродушным заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука. В общем, трезорки жилось отлично. Хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и трезорке испытывать уколы зависти, но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости. Но, увы, во всей громадной стае измельчавших и излаившихся псов, населявших живодерку, он по совести не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать «Вот мой преемник». Так что, когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить трезорку во мнении купца Вратилова, то она достигла только одного и при том совершенно для нее нежелательного результата, а именно выказала повальное оскудение псовых талантов. Не раз завистливые барбосы и в одиночку, и небольшими стайками собирались во двор купца Вратилова, садились поотдаль и вызывали трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные, но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и, к общему стону, каждая нота, которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стрепущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. Отрезорки приносила помоев. Тем не менее, купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь? Вероятно, спал. Никто этого не знал и, во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину. Купец Воротилов сам вышел к трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря, и сам не понимаю, как со мной грех случился, без гнева, полным участия голосом сказал, что, старик, на кухню собрался? Старо стало, слабо стало. Ну, ладно, ты и на кухне службу сослужить можешь. На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием трезорки подручного. Задача была нелегкая. Тем не менее, после значительных хлопот успели таки отыскать у Калужских Ворот некоего Арабку, репутация которого установилась уже довольно прочно. Я не стану описывать, как Арабка первый признал авторитет трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как трезорку с течением времени окончательно перевели в кухню и как, несмотря на это, он бегал карабки и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса. Скажу только одно. Ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость кутьки не заставили трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил сидичи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи. Время однако шло и трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги. Глаза почти не видели, уши висели неподвижно, шерсть свалялась и линяла клочьями, аппетит исчез. А постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса сажаться к печке. Воля ваша, Никанор Семенович, отрезорка начал паршивить, доложила однажды купцу Воротилову кухарка. На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее, кухарка не унялась и через неделю опять доложила. Как бы дети около трезорки не испортились, а паршивил он вовсе. Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка через два дня вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели трезорку из кухни не уберут. И так, как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь трезоркина была решена. Не к тому я трезорку готовил, сказал купец Воротилов с чувством. Да видно, правду пословица говорит собаке, собачья и смерть. Утопить трезорку. И вот вывели трезорку во двор. Вся челядь высыпала, чтобы посмотреть на предсмертную агонию верного пса. Даже хозяйские дети окно обсыпали. Арабка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал. Но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его и надо было его тащить волоком за загривок. Что затем произошло, об этом история умалчивает. Но назад Трезорка уже не возвратился. А вскоре Арабка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова. Конец секции 10 Верный Трезор Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция 11 Недреманное Око В некотором царстве в некотором государстве жил-был прокурор и было у него два ока. Одно дреманное, а другое недреманное. Дреманным оком он ровно ничего не видел, а недреманным видел пустяки. В этом царстве Истрии так было заведено, как только у обывателя родится мальчик с двумя оками, дреманным и недреманным, так тотчас в ревистских сказках записывают у обывателя Куролеса Проказникова на болоте уродился мальчишечка по имени прокурор и потом ожидают, когда мальчишечка в совершенные лета придет. Так было и тут. Не успел мальчишечка от земли вырасти, как ему сейчас же доложили. Пожалуйте. С удовольствием. Но в скором ли времени предвидится сенаторская вакансия? Ах, сделайте милость, как скоро, так сейчас. То-то. Приосанился мальчишечка, посмотрелся в зеркало, видит. Какой такой оттуда хитрец выглядывает. Ан это он самый и есть. Ладно. И не говоря худого слова, сейчас же за дело принялся. Дреманным оком ничего не видит, а недреманным видит пустяки. Я, здесь на минутку, по дороге в Сенат, а там и оба ока сомкну, да и уши у меня бог даст, к тому времени заложит. Увидели мздоимцы, клеветники, душегубы, хищники и воры, что мальчишечка на них недреманным оком смотрят и сейчас же испугались. Думали, думали, как с этим делом быть и решили всем с недреманной стороны уйти и укрыться под сенью дреманного прокурорского ока. И сделалось с недреманной стороны так чисто, как будто ни лиходеев, ни воров, ни душегубов отроду никогда не бывало, а были и есть только обыкновенные лгуны, проходимцы, предатели, изменники и ханжи, до которых прокурору, собственно говоря, и дела нет. А мальчишечка видит, что от одного его недреманного взгляда такие чистые горизонты открылись и радуется. Неужто, думает, начальство усердия его во внимание не примет? И пошел он по судебно-административному полю гоголем похаживать, ходит да посвистывает «Берегись, в ложке воды утоплю!» Только видит, стоит человек и криком кричит «Ограбили батюшки караул!» Разумеется, он к ограбленному. «Что ты такой сякой на всю улицу вздеваешь? Вот я тебя!» «Помилуйте, прокурор Куролесыч, воры!» «Где воры? Какие воры? Врешь ты, никаких воров нет и не бывало!» А они у него под ноздрёю с дреманной стороны притаились. «Это вы нарочно бездельники незаслуживающими внимания жалобами начальство затруднить хотите, взять его под арест!» Идет дальше слышит «Мздоимцы, прокурор Куролесыч, одолели! Мздоимцы, лихоимцы, кривотолки, прелюбодеи!» «Где мздоимцы? Какие лихоимцы? Никаких я мздоимцев не вижу!» «Это вы нарочно такие сяки кричите, чтобы авторитеты подрывать, взять его под арест!» Еще дальше идет, слышит «Добро казенное и общественное в рост тащат! Чего вы, прокурор Куролесыч, смотрите? Вон они, хищники-то! Вон!» «Где хищники?» «Кто казенное добро тащит?» «Вон хищники, вон они!» «Вон он, какой домино накраденные деньги взбодрил!» «А тот вон!» «Ишь, сколько тысяч десятин земли у казны украл!» «Врешь ты, такой-сякой! Это не хищники, а собственники! Они своим имуществом спокойно владеют, и все документы у них налицо!» «Это вы нарочно, бездельники, кричите, чтоб принцип собственности подрывать, взять его под арест!» Дальше больше. «Жена мужу жизнь с утра до вечера точит!» «Муж жену в гроб того, гляди, заколотит!» «Ни зачем вы, прокурор Куролесыч, не смотрите?» «Я-то не смотрю! А ты видел ли, какое у меня око? Одно оно у меня, но ах, как далеко я им вижу! Так далеко, что и твою бездельникову душу насквозь понимаю, и знаю, чего вам негодникам хочется, семейный союз вам хочется подорвать, взять его под арест!» Словом сказать, все союзы перебрал и везде нашел. Сами по себе стоят союзы незыблемо, но крикушники непременно им как пить дадут, ежели им своевременно устанет замазать. А когда до государственного союза мальчишечка дошел, то и разговаривать не стал, кричит, как озаренный. Взять его, связать его, замуровать, законопатить! Сам кричит, а недреманное око так у него колесом и вертится в глазницы. День-день ской, таким манером мальчишечка мается, союзы оберегает, а к вечеру домой отдыхать вернется. Ляжет на кровать и думает, все-то я в полной мере, как хочется, начальству выполнил. Хищников, мздоимцев, распутников и злоупотребителей с помощью одного моего недреманного ока рассеял, а с подрывателями, кой недельными жалобами начальству утруждают, особливо распорядился, чисто, благородно. Надеюсь, что и начальство с своей стороны мои труды в надлежащей мере оценит. Чего бишь мне, например, пожелать, говорил он сам себе, в сенат, ежели, так я еще на одно ухо слышу, да сенат от меня и не уйдет. Вот кабы, хоть не теперь, а со временем, вот кабы в... Да нет, это уж разве когда я обоняние я потеряю. Нет, вот сейчас, в ближайшем будущем, чего бы мне, например, пожелать? Расстраивал, расстраивал себе воображение, да, наконец, и расстроил. Жениться надо как можно скорее, вот что. И так, как он для поисков невесты недреманное око вход пустил, то, разумеется, сейчас же нашел. А именно, девицу Агриппину такой красоты, что ни в сказках сказать, ни пером описать, и при ней двести тысяч точь в точь, как при билете внутреннего с выигрышами займа полагается. Женился. Отпраздновали свадьбу на славу в Кухмистерской Завитаева и домой на новоселье приехали. Только смотрит мальчишечка, а новобрачная с чего-то под сень дреманного ока спряталась. Хвать, похвать, Агриппина, где ты? Не Агриппина я, но Агафья. А те заименитство мое бывает пятого февраля. Вот так штука! Даже побледнел мальчишечка с испугу, неужто в прохождение его службы чертовщина вмешалась. Покажись, Агафья! Вымолвил он. Смотрит, и у Агафьи, как у него, одно око дреманное, а другое не дреманное, только у него не дреманное око с правой стороны, а у нее с левой. Точно им сама судьба определила совместно прокурорское служение проходить. Приданное это у тебя есть ли? И приданного у меня нет. Одно недреманное око только и всего. Ах, прах побери, да и совсем! Была-была Агриппина, и вдруг Агафья сделалась. Стал он разыскивать, каким манером такое дело случиться могло, и оказалось, что очень просто. покуда он недреманным оком в одну сторону стрелял, Агриппина на минуточку отлучилась, да и вышла замуж за офицера, а он за себя взял Агафью. Делать однако нечего. Недаром же, завитая его деньги за свадьбу отданы, надо как-нибудь жить. Легли они спать, да не остереглись, смотрят друг на дружку недреманными оками. Инда жутко ему стало. Ему-то жутко, а ей точно сгуся вода, даже приятно. «Ведьма ты, что ли?» спросил он ее. «Сказывай». «Нет, я не ведьма, но твоя законная жена». «А до сих пор я краденными старыми носками на Апраксином торговала». «Как?» «Крадеными». «Каким же образом я тебя не изловил?» «Разве ты можешь кого-нибудь изловить?» «Ты все в одну сторону оком стреляешь, а что у тебя под левой ноздрёй делается, не видишь?» «Ну, давай вместе воров ловить, коли так. Я справа, ты слева». Словом сказать, так отлично устроились, что через год у них сын родился и тоже с недреманным оком. «Вот так чудак!» воскликнул мальчишечка, взглянув на своего первенца. Тут только он догадался, что как недорого недреманное око, а два обыкновенных глаза, пожалуй, ещё того дороже. Служба его между тем своим чередом прохождения имела. Постепенно он все тюрьмы крикунами наполнил, а хищники, мздоимцы, концессионеры и прочие подлинные потрясатели тем временем у него под синю дреманного ока благодушествовали. Долго ли коротко ли так шло, только начал он со временем и на оба уха преподать. Даже недреманное око и то постепенно слепаться стало. Самое время, значит, в сенат поспешать, покуда обоняние ещё не утратил. Слышит? Зовут. Надел он фуфайку фланелевую, носки шерстяные, да сапоги валенные на ноги натянул, уши канатом законопатил, камфорным маслом надушился, в шубу закутался, а Агафья сверх шубы шерстяным шарфом его повязала и пошёл в сенат. Идёт и думает, какой такой сон на первый раз он, сидя в сенате, увидит. Но тут случилось нечто совсем неожиданное, покуда он недреманным оком всё вправо да вправо стрелял, а сенат взял полевее, да с дреманной стороны и притаился. Ищет прокурор Куролесыч и носом в воздухе потянет, и языком щёлкнет, и даже руками кругом пошарит, никак таки нащупать сената не может. Наконец видит, городовой на посту бодрствует, натурально к нему, так и так, служивый, не знаешь ли, куда девался сенат. Взглянул на него городовой и сразу недреманную душу его разгадал. «Знаю», сказал он, «сенат, вот он, вон он на солнышке играет, и ж посматривает, как бы какой шалун на закон не наступил. Ах ты, ах, только не про всякого у нас место в сенате припасено. Ты вот глядел недреманным-то оком в книгу, а видел фигу, так нынче этаких в здешнее место сажать невелено. Воротись, лучше, коллега, домой, валенки-то сними, глаза-то протри, уши промой, да и ложись с бабой на печь спать. А у нас нынче так в здешнем месте заведено, чтоб и голова, и прочие члены, все, чтобы на своем месте было, а глаза и уши у всех, чтобы настежь. Так и не попал прокурор Куролесыч в сенат. Конец секции 11 Недреманное око Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись Лебри-Вокс является общественным достоянием. Секция 12 Дурак В старые годы при царе Горохе это было у умных родителей родился сын дурак. Еще когда младенцем Иванушка был, родители дивились в кого он уродился. Мамочка говорила, что в папочку, папочка, что в мамочку, а наконец подумали и решили, должно быть в обоих. Не то, впрочем, родителей смущало, что у них сын дурак, дурак, да ежели ко двору лучше и желать не надо, а то, что он дурак особенный, за которого того гляди перед начальством ответить придется. На беда курит, на чудит, по какому праву, какой такой закон есть? Бывают дураки легкие, а этот мудреный. Вон, умелитрисы, кирбитьевны, рукой подать, сын Левка, тоже дурачок, выбежит босиком на улицу, спустит рукава, на одной ножке скачет, а сам вовсю мочь кричит. Тили-тили, Левку били, бими-бими, бом-бом. Сейчас его изымают, да на замок в холодную, сиди да посиживай. Даже к губернатору, когда на ревизию приезжал, Левку показывали, и тот похвалил. Берегите его, нам дураки нужны. А этот дурак необыкновенный. Сидит себе дома, книжку читает, либо к папке с мамкой ласкается, и вдруг ни с того, ни с сего в нем сердце загорится. Бежит, земля дрожит, к которому делу с подходцем бы подойти, а он на него прямиком лезет, которое слово совсем бы позабыть надо, а он его-то и ляпнет, и смех, и грех. Хоть кричи на него, хоть бей, ничего он не чувствует и не слышит. Сделает, что ему хочется, и опять домой прибежит к папке с мамкой под крылышко. Что с тобой, ненаглядный ты наш, сядь, миленький, отдохни, я, мамочка, не устал. Куда ты, голубчик, бегаешь? Не скажешься никому и убежишь. Я, мамочка, к Левке бегал, Левка болен, калачика просит. Я взял с прилавка в булочный калачик и снес. Услышит мамочка эти слова, так и ахнет. Ах, убил, ах, голову с меня несчастной ты снял. Что ты наделал? Это ты, значит, калачик-то украл. Как украл? Что такое украл? Сколько раз и соседи папочку с мамочкой предостерегали. Уймите вы своего дурака. Большие он вам неприятности через свою глупость предоставит. Но родители ничего не могли и только думали. Легко сказать уймите. А как ты его уймешь? Как это люди не понимают, что родительское сердце по глупому сыне больше даже чем по умным разрывается? И точно примется бывало папочка дурака усовещивать. Калач есть собственность. Он как будто и понимает. Да, папочка, но вдруг в это время откуда ни возьмись Левка, дай Ваня калачика. Он шмык и точно вот слезнул калач с прилавка. Как тут понять, украл он его или не украл? Терпел, терпел булочник, но наконец обиделся. Принес в квартал жалобу. Явился к дураковым родителям квартальный и сказал «Как угодно, а извольте вашего дурака высечь». Плакала родительская утроба, а делать нечего. Видит папочка, что резонно квартальный говорит «высек дурака». Но дурак ничего не понял. Почувствовавши, что больно, всплакнул, но не жаловался, за что и не кричал не буду. Скорее, как будто удивился, для чего это папочке понадобилось. Так и пропал этот урок даром. Как был Иванушка до сечения дураком, так и после сечения дураком остался. Увидит из окна, что Левка босиком по улице скачет и он выбежит, сапоги снимет, рукава у рыбашки спустит и начнет заодно с дурачком куролесить. Ишь, занятие нашел, рассердится мамочка, дурака дразнить. Я, мамочка, не дразню, а играю с ним, потому что ему одному скучно. Повертись, повертись, довертишься, что сам дураком сделаешься. Услышит папочка этот разговор и на мамочку накинется. Сечь его надо, а она разговаривает. Разговаривай, больше дождешься. Кабы ты чаще ему под рубашку заглядывала, давно бы он у нас человеком был. И все соседи папочку одобряют. Во-первых, потому что закон есть такой, чтобы дураков учить, а во-вторых, и потому, что никому от Иванушки житья не стало. На меднесть соседские мальчишки вздумали козла дразнить. Он за козла вступился. Стал посередке и не дает козла в обиду. Козел его сзади рогами бьет, мальчишкой спереди почем попало тузят, а ему и горюшка мало. Всего в синяках домой привели. А на другой день опять с дураком история у повара петуха отнял. Нес повар под мышкой петуха на кухню, а дурак ему навстречу. Куда, Кузьма, петушка несешь? Известно, мол, на кухню да в суп. Как? Кинется на него дурак? Не успел Кузьма опомниться, смотрит, а петух уж на забор взлетел и крыльями хлопает. Толковал, толковал ему папочка. Петух не твой, как же ты смел его у повара отнимать? А он в ответ одно твердит. Знаю я, что петух немой, да и не поваров он, а свой собственный. Как не любили дурака все домочаться за его ласковость и тихость, но с течением времени он всех поступками своими тонел. Есть ему захочется? Нет, чтобы мамочку попросить, позвольте, мол, милый друг маменька, в буфете пирожок взять. Сам пойдет и в буфете и в кухне перешарит и что попадется подругу так без спросу и съест. Захочется погулять, возьмет картуз, так без спросу и уйдет. Раз нищий под окном остановился, а у мамочки как на грех, в ту пору трехрублевенькая бумажка на столе лежала. Он взял да все три рублика нищему в суму и ухнул. Батюшки, да из него картуш выйдет, не взвидела света мамочка. И непременно выйдет, отозвался папочка. Хуже выйдет, ежели ты вместо того, чтобы сечь, лясы с ним точить будешь. Делать нечего. Высекла дурака и мамочка. Но высекла, надо прямо сказать, чуть-чуть, только чтобы наука была. А он встал сердешный, весь заплаканный и обнял мамочку. Ах, мамочка, мамочка, бедненькая ты, моя мамочка. И сделалось мамочке вдруг так стыдно, так стыдно, что она и сама заплакала. Дурачок ты мой ненаглядный, вот, кабы нас бог с тобой вместе к себе взял. Наконец, однако, он и себя и мамочку едва не погубил. Гуляли они однажды всей семьей по набережной реки. Папочка мамочку под ручку вел, а он впереди разведчика из себя изображал. Будто бы они источники Нигера открывать собирались, так он послан вперед разузнать, не угрожает ли откуда опасность. Вдруг слышат стоны. Взглянули на реку, а там чей-то мальчишечка в воде барахтается. Не успели опомниться, андурак уж в реку бухнул, а за дураком мамочка как была в кренолине, так и очутилась в воде, а за мамочкой пара городовых в амуниции. А папочка стоит у решетки, да руками, словно птица крыльями, машет. Моих-то спасайте моих! Наконец городовые всех троих из воды вытащили. Мамочка-то одним страхом поплатилась, а дурак целый месяц в горячке вылежал. Понял ли он, что поступил по-дурацки, или сделалось ему мамочку жалко, только как пришел он в себя, да увидел, что мамочка худенькая, да бледненькая, в головах у него сидит. Так и залился слезами, только и твердит, мамочка, 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 зачем нас Бог к себе не взял? А папочка тут же стоял и все надеялся, что дурак хоть на этот раз скажет, простите, милый папочка, я впредь не буду. Однако он так-таки и не сказал. После этого случая папочка с мамочкой серьезно совещались, как с дураком быть. Ходили обнявшись по зале, со всех сторон предмет рассматривали и долго ни на чем не могли сойтись. Дело в том, что папочка был человек справедливый, и дома, и в гостях, и на улице, он только об одном твердил, в суе законы писать, ежели их не исполнять. У него даже и наружность такая уморительная была, как будто он в одной руке весы держит, а другую то золотник в чашечку поступков подбавит, то пол золотника в чашечку возмездий подкинет. Поэтому, и принимая во внимание все вышеизложенное, он требовал, чтобы с Иванушкой было поступлено по всей строгости домашнего кодекса. Приступил он, следовательно, и соответствующее возмездие понести должен. Вот, смотри. И он показал мамочке табличку, в которой было изображено название проступка «Отступление отправил субординации». Число ударов розгуел «От пять до семь». Но мамочка была мамочка, только и всего. Справедливости она не отрицала, но понимала ее в каком-то первобытном смысле, в каком понимает это слово «простой народ», говоря о «справедливом человеке». Без возмездия, вроде как бы отпущения. И как немало она была в юридическом отношении развита, однако в одну минуту папочку осрамила. «За что ж мы наказывать его будем?» сказала она. «За то, что он утопающего спасти хотел? Опомнись!» Тем не менее папочка настоял таки, что дома держать дурака невозможно. А надо его отдать в заведение. Регулярно спокойный обиход заведения на первых порах отразился на дураке довольно выгодно. Ничто не бередило его восприимчивости, не пробуждало в нем внезапных движений души. В первые годы даже учения настоящего не было, а только усвоивался учебный материал. Не встречалось даже резкой разницы и в товарищеской среде, такой разницы, которая вызывала бы потребность утешить, помочь. Все шло тем средним ходом, который успех учения ставил главным образом зависимость от памяти. А так как память у Иванушки была превосходная, да и сердце к тому же было золотое, то чуть-чуть Иванушка и впрямь из дурака не сделался умницей. «Говорил я тебе», торжествовал папочка. «Ну, не сердись», отвечала мамочка, как бы винясь, что она чересчур поторопилась папочку осрамить. Но по мере того, как объем предлагаемого знания увеличивался, дело Иванушки усложнялось. Большинство наук он совсем не понимал, не понимал истории, юриспруденции, науки о накоплении и распределении богатств, не потому, чтобы не хотел понимать, а воистину не понимал. И на все усовещивания учителей и наставников отвечал одно – «Не может этого быть!» Только тогда настоящим образом узнали, что он несомненный и круглый дурак. Такой дурак, которому могут быть доступны только склады науки. А самая наука никогда. Природа поступает по временам жестоко, раскроет способности человека только в меру понимания азбучного материала, а как только дойдет очередь, чтобы из материала делать выводы, законопатит и конец. Снова сконфузился папочка и стал мамочку упрекать, что Иванушка в нее уродился. Но мамочка уж не слушала попреков, а только глаз не осушала, плакала. Неужто Иванушка так-таки навек дураком и останется. Да ты хоть притворись, что понимаешь, уговаривала она Иванушку. Принуть себя, хоть немножко пойми, ну, дай я тебе покажу. Раскроет мамочка книжку, прочтет параграф о порядке наследования по закону единоутробных и ничего таки не понимает. Плачут оба и дурак, и мамочка. А папочка между тем так и режет. Единоутробных прежде всего необходимо отличать, во-первых, от единокровных, во-вторых, от тех, кои, будучи единоутробными, суть в то же время и единокровные, и в-третьих, от червонных валетов. Вот папенька-то как хорошо знает, удивлялась мамочка, заливаясь слезами. Видя материнские слезы, дурак напрягал нередко все свои усилия. Уйдет во время рекреации в класс, сядет за тетрадку, заложит пальцами уши и начнет долбить. Выдолбит и так отлично скажет урок, словно на бабах разведет. И вдруг что-нибудь такое насчет Александра Македонского ляпнет, что у учителя на плешивой голове остальные три волоса дыбом встанут. Садитесь, молвит учитель, печальная вам в будущем участь предстоит. Никогда вы государственным человеком не сделаетесь. Благодарите Бога, что Он дал вам родителей, которые ни в чем не замечены. Потому что, если б не это, садитесь. И, ежели можете, то старайтесь не огорчать ваших наставников возмутительными выходками. И точно, только благодаря родительскому благонравию дурака из класса в класс переводили и, наконец, и из заведения с чином выпустили. Но когда он домой с аттестатом явился, то мамочка как взглянула, что там написано, так и залилась слезами. А папочка сурово спросил «Что ты, бесчувственный идол набедокурил?» «Я, папочка, так себе», ответил он «Это должно быть такое правило в заведении». Даже не объяснился порядком. Увидал на улице Левку и убежал. Левку он полюбил пуще прежнего, потому что бедный дурак еще жальче стал. Как и шесть лет тому назад он ходил босой, худой, держа руки граблями, но весь оброс волосами и вытянулся с коломенскую версту. Милитриса Кербитьевна давно от него отказалась, не кормила его и почти совсем не одевала. Поэтому он был всегда голоден и, если бы не сердовольные торговки калашницы, то давно бы с голоду помер. Но больше всего он страдал от уличных мальчишек. Отдыху они ему не давали, дразнились, науськивали на него собак, щипали за икры, теребили на нем рубашку. Целый день раздавался на улице его вой, сопровождаемый неистовым дурацким щелканем. Он выл от боли, но не понимал, откуда эта боль идет. Дурак защитил Левку, обогрел, накормил и одел. Все, что для Левки было нужно, Иванушка брал без спроса, а ежели не знал, где найти, то требовал таким тоном, как будто самое представление об отказе ему было совершенно чуждо. Только у дураков бывает такая убежденность в голосе, такая непререкаемость во взорах. Никого и ничего он не боялся, ни к чему не питал отвращения и совсем не имел понятия об опасности. Завидев исправника, он не перебегал на другую сторону улицы, но шел прямо навстречу, точно ни в чем не был виноват. Случится в городе пожар, он первый идет в огонь. Услышит ли, что где-нибудь есть трудный больной, он бежит туда, садится к изголовью больного и прислуживает. И умные слова у него в таких случаях оказывались, словно он и не дурак. Одно только тяжелым камнем лежало на его сердце. Мамочка бессонные ночи проводила, пока он дурачество свое ублажал. Но было в его судьбе нечто непреодолимое, что фаталистически влекло его к самоуничижению и самопожертвованию, и он инстинктивно повиновался этому указанию, не справляясь об ожидаемых последствиях и не допуская сделок даже в пользу кровных уз. Не раз родители задумывались, каким бы образом дурака пристроить, чтобы он хоть маломальски на человека похож был. Определил было папочка его на службу чем-то вроде попечителя местного училища, без жалования, дескать, и дурак сойдет, а с жалованием даже, наверное. Но дурак сразу такую ахинею понес, что исправник только во внимание к испытанному благонравию родителей согласился это дело замять. Тогда мамочка напала на мысль женить дурака, может быть, бог узы ему разрешит. Подыскали невесту, молодую купеческую вдову Подвохину. Невеста из себя писаная краля была, и в гостином дворе две лавки имела. Вдовела она безупречно, товар держала всегда первейшего качества, и дела свои по торговле вела умело и самостоятельно. Словом сказать, лучше партии и желать не надо. Дурак, в свою очередь, тоже понравился невесте, внешность у него была приличная, поведение кроткое. Даже ума в нем она не отрицала, как другие, но только находила, что нужно этот ум развязать. И вполне на себя надеялась, что успеет в этом. Но у дурака все вообще инстинкты до такой степени глубоко спали, что даже эта жалостливая и скромная женщина удивилась. Ни разу он не дрогнул от прикосновения к ней, ни разу не смутился, не почувствовал ни одной из тех неловкостей, к которым с таким сердечным жалением относятся женщины, инстинктивно угадывая в них первые сладостные трепетания любви. Придет дурак, отобедает, чаю напьется и, по-видимому, совсем не понимает, почему он находится у подвохиной, а не дома. — Как это вам не скучно? Ничего вы не понимаете? — спросит его красавица вдова. — Ах, нет, мне очень скучно. Говорят, будто от того, что занятия у меня никакого нет, так вы займитесь, полюбите кого-нибудь. — Помилуйте, как же возможно не любить? Всех любить надо. Счастливых за то, что они сумели себя счастливыми сделать, несчастных за то, что у них радости нет. Так это сватовство и не состоялось. Потужила вдова подвохина и даже пообещала годок подождать. Но месяц-другой потерпела, да в рождественский месоед и вышла замуж за городского голову Лиходеева. Теперь у них уж четыре лавки в гостином дворе, по будням они во всех четырех лавках торг ведут, она по галантерейной части, он по боколейной, а по праздникам исправника и прочих властей пирогом угощают. А дурак засел дома на родительской шее и ухом не ведет. На пожары бегает, больных выхаживает, нищих целыми табунами домой приводит. «Хоть бы Господь его прибрал», шепчет папочка потихоньку, чтобы мамочка не слыхала. А мамочка все молится, на милость Божью надеется. Просветит Господь разум Иванушкин пониманием, направит стопы его по стезе господина исправника, его помощника и непременного заседателя. Должен же он какую-нибудь должность по службе получить. Не может быть, чтоб для всех было дело, а только для него одного ничего. Только один человек на дурака иными глазами взглянул, да и тот был случайный проезжий. Ехал он мимо города и завернул к папочке, с которым он старинный старинный приятель был. Пошли сказы да рассказы, помянули старину, об увлечениях молодости досыта наговорились, а между прочим и настоящего коснулись. Папочка двери на всякий случай притворил и оба, что было на душе, все выложили, объяснились. Не сказали, а подумали «Так вот, брат, ты кто?» Разумеется, не обошлось без жалоб и на дурака. А так, как с ним уж не чинились, то так-таки в его присутствии прямо дураком его и чествовали. Заинтересовался проезжий рассказами о дураке, остался ночевать у старого приятеля, а на другой день и говорит «Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет. От этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала, а впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, я в этом убежден, он предпочтет остаться дураком. Сказал это проезжий и проследовал из города дальше, а папочка между тем задумался. Начал всю свою жизнь перебирать, припоминая, какие у него подлые мысли бывали и каким манером он освобождался от них. И, разумеется, как не строго себя экзаменовал, но вышел из испытания с честью. Никогда у него подлых мыслей не бывало, а следовательно и освобождаться от них он надобности не ощущал. Отчего же, однако, он не дурак? Наконец порешил на том, что у старого друга ум за разум зашел. Сидят они там в петербургских мурьях, да развиваются, разовьются, да и заврутся, а мы вот засели по пашихоньям, не развиваемся, да зато и не завираемся. Так-то прочнее. И врет он все, никакого дара природы в дурачестве нет, и ежели, по милости Божьей, мой дурак когда-нибудь умницей сделается, то, наверное, несчастным от того не будет, а поступит на службу, да и начнет жить да поживать, как и прочие все. Порешивший таким родом стал ждать. Вот-вот Иванушка просияет, и его не в пример другим на череду служения призовут. Анн вместо того в одно прекрасное утро ему объявили, что дурак совсем из дома исчез. Прошли годы. Старики родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали. Не было той мысли, которая бы прямо или косвенно не относилась к исчезнувшему дураку. Все перезабыли старики, только об одном помнили. Где он теперь? Сыт ли? Одет ли? Много ли дураку нужно, чтобы погибнуть? Не дай Бог врагу испытать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет всеми детскими стонами в тысячекратно раздающемся эхе, раздирается? Однако дурак воротился. Внезапно точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? Что видел? Понял или не понял? Никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал. Во всяком случае проезжий был прав. Так до смерти и осталась при нем кличка «Дурак». Конец секции 12 «Дурак». Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись Лебри Вокс является общественным достоянием. Секция 13 Соседи В некотором селе жили два соседа Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали сударем и Семеновичем, а бедного просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый даже отличный. Как есть во всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. Это говорит с моей стороны лепта. Другой говорит и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно. Это уж свинство, а я еще ничего. А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил, недосужно ему было, но взамен того производил ценности и тоже говорил, это с моей стороны лепта. Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым, всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать. «У тебя завтра с чем щи?» спросит Иван Богатый. «С пустом», ответит Иван Бедный. «А у меня с убойной». Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на бедного Ивана и жаль ему станет. «Чудно на свете деяться», молвит он, «который человек постоянно в трудах находится у того по праздникам пустые щи на столе, о который при полезном досуге состоит у того и в буднище с убойной. С чего бы это?» «И я давно думаю, с чего бы это?» «Да не досуг раздумывать-то мне, только начну думать, Ан в лес за дровами ехать надобно. Привез дров, смотришь, навоз возить, или с сахой выезжать пора пришла. Так между делом мысли-то и уходят. Надо бы, однако, нам это дело рассудить». «И я говорю, надо бы». Зевнет и Иван бедный с своей стороны перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется, смотрит, Иван богатый сюрприз ему приготовил, убоины ради праздника в ощи прислал. В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся. «Веришь ли?» молвит Иван богатый. «И наяву, и во сне только одно я и вижу, сколь много ты против меня обижен. И на этом спасибо», ответит Иван бедный. «Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако ведь ты...» «Не выйди-ка, ты вовремя ссохой, пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?» «Это так точно, только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду». «Правда твоя, хитро эта механика устроена, однако ты не думай, что я ее одобряю, не боже мой, я только об одном и тужу, Господи, как бы так сделать, чтобы Ивану бедному хорошо было? Чтобы и я свою порцию, и он свою порцию? И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь, это действительно, что кабы не добродетель ваша, сидеть бы мне праздник на тюре на одной. Что ты, что ты, разве я об этом? Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался, пойду, мол, и отдам пол имения нищим, и отдавал, и что же? Сегодня я отдал пол имения, а на завтра проснусь, у меня вместо убылой-то половины целых три четверти опять объявилось. Значит, с процентом? Ничего, братец, не поделаешь? Я от денег, а деньги ко мне? Я бедному пригоршню, а мне вместо одной-то неведомо откуда две? Вот ведь чудо какое, наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый все-таки думу-думает, что бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи-су воины были? Думает, думает, да и выдумает. Слушай, камеляга, скажет, теперь уж недолго и до ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты, шутя, часок лопатой поковыряешь, а я тебя по силе возможности награжу, словно бы ты и в заправду работал. И действительно, поиграет лопатой Иван бедный часок другой, а завтра он с праздником словно бы и в заправду поработал. Долго и коротко соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана богатого сердце раскипелось, что и взаправду не втерпешь ему стало. Пойду, говорит, к самому набольшему, поду перед ним и скажу, ты у нас, око царева, ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь, повели нас с Иваном бедным в одну версту поверстать, чтоб с него рекрут и с меня рекрут, с него подвода и с меня подвода, с его десятины грош и с моей десятины грош, от души чтобы и его и моя от акциза одинаково свободны были. И как сказал, так и сделал. Пришел к набольшему, пал перед ним и объяснил свое горе. И набольший за это Ивана Богатого похвалил, сказал ему, исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего Ивашку бедного не забываешь. Нет, для начальства приятнее, как ежели государевы подданные, в добром согласии и во взаимном родении живут, и нет того зла злея, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят. Сказал это набольший и на свой страх повелел своим помощникам, чтобы в виде опыта обоим Иванам суд равный был и да неравный, а того бы, как прежде было, один тяготы несет, а другой песенки поет, впредь, чтобы не было. Воротился Иван Богатый в свое село. Земли под собою от радости не слышит. «О, друг сердешный», говорит он Ивану Бедному, «своротил я по милости начальнической с души моей камень тяжелый, теперь уж мне супротив тебя в виде опыта никакой вольготы не будет. С тебя рекрут и с меня рекрут, с тебя подвода и с меня подвода, с твоей десятины грош и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровенки, вощах ежедень убоина будет», сказал это Иван Богатый, а сам в надежде славы и добра уехал на теплые воды, где года два сряду и находился при полезном досуге. Был в Вестфалии, ел вестфальскую ветчину, был в Страсбурге, ел страсбургские пироги, в Бордо был, пил бордоское вино, наконец приехал в Париж, все вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что на силу ноги унес. И все время об Иване бедном думал, то-то он теперь после поровенки то за обе щеки уписывает. А Иван бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра забаранует, сегодня скосит осьминник, а завтра, коли Бог ведрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак это погибель его. и супруга его Марья Ивановна заодно с ним трудится и жнет, и баранует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли, и те так и рвутся, хоть с эстелька поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и все-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван богатый из села уехал, так даже по праздникам сюрпризов Иван бедный не видит. Незадача нам, говорит бедняга жене, вот и сравняли меня в виде опыта в тягостях с Иваном богатым, а мы все при прежнем интересе находимся, живем богато со двора пока-то, чего не хватись, за всем в люди покатись. Так и ахнул Иван богатый, когда увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первое его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел, неужели он неисправим?» восклицал он в глубоком огорчении. Однако Ивану бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мод, не расточитель, а хозяин родительный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван бедный свой хозяйственный инвентарь, и все оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнидая покалеченная одна, корова бурая с подпалиной одна, овца одна, телега саха барана. Даже старые дровнишки и те прислонены к забору стоят, хотя по летнему времени надобности в них нет, и стало быть, можно было без ущерба для хозяйства их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу, и там все налицо, только с крыши местами солома повыдергана, но и это произошло от того, что позапрошлой весною кормов не доставало, так и с прелой соломы резку для скота готовили. Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить все свое право на жизнь, но по какому-то горькому недоразумению осуществлял его лишь в самой недостаточной степени. Господи, да с чего же это? тужил Иван Богатый. Вот и поравняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и все-таки пользы для тебя не предвидеться. С чего бы? Я и сам думаю, с чего бы? Уныло откликнулся Иван Бедный. Стал Иван Богатый умом раскидывать, и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество равнодушное, частные люди, всякий о себе промышляет, правители же хоть и напрягают силы, но вообще. Стало быть, прежде всего, надо общество подбодрить. Сказано, сделано, собрал Иван Семенович Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина. Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями металл, доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют. Те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранее обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, все, что в азбуке копейки вычитал, все так и выложил перед слушателями. Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием, никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный лют. Толпа ликовала, наслаждаясь своим прозрением, Ивана Богатого чествовали, называли героем и в заключении единогласно постановили приговор. Первое. Кабак закрыть навсегда. Второе. Положить основания самопомощи, учредив общество доброхотной копейки. В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки. А Иван Богатый сверх того пожертвовал неимущим сто экземпляров азбуки копейки, сказав «Читайте, други, тут все есть, что для вас нужно». Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию азбуки копейки, несомненно, должны были принести плод старицу. Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфале и Вестфальскую ветчину, а в Страсбурге страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он по окончании срока вратился домой, то в полном смысле слова обомлел. Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый. На столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна по случаю праздника подлила для запаха ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтобы не пришел чужак и не потребовал сиротской доли. С чего бы это? С горечью, почти с безнадежностью воскликнул Иван Богатый. И я говорю, с чего бы это? По привычке отозвался Иван Бедный. Опять начали предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого. Но как не всесторонне рассматривали собеседники, удручавшие их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы. Но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкой вовсе не такая трудная наука, чтобы для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же апцуга такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок никогда ни до чего не докапываться. Наконец, решились на последнее средство обратиться за разъяснением к местному мудрецу и филозофу Ивану Простофили. Простофили был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценности не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп-семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бабах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофили красного петуха, глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает. Посулит град с голубиное яйцо, глядь, ан от града с поля уж ополоумевшее стадо бежит. Все его боялись. А когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка стрепуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок. И на этот раз Простофили вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил перед ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос с чего бы, Простофили тотчас же, немало не задумываясь, ответил «Оттого, что в планту так значится». Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал. «Плант такой есть», пояснил Простофили, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством. «И в одном планту значится, живет Иван Бедный на распутье, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество-то и течет все мимо да сквозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стека, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие, притекут к твоему жительству ручьи с богачеством, тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера полымения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты от денег, а деньги к тебе. Под какой куст ты не заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков этот плант. И сколько вы промеж себя не калякайте, сколько не раскидывайте умом, ничего не выдумаете, покуда вонам планту так значится. Конец секции 13 Соседи Сказки Михаил Евграфович Салтыков Щедрин Эта запись Лебри Вокс является общественным достоянием. Секция 14 Здравомысленный Заяц Хоть и обыкновенный это был Заяц, приумный и так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтобы не видать его было, и сам с собой разговаривает. Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено, волку волчье, льву львиное, зайцу заячье. Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает, живи только и всего. Нашего брата зайца, например, все едят, кажется, имели бы мы основания на сие претендовать. Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильную. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест. А во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверхприпорции все равно не будут есть, а сколько надо непременно съедят. Статистические таблицы при Министерстве внутренних дел издаваемые на этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Ну, выспится и опять примется здраво рассуждать. Едят нас, едят, а мы, зайцы, что год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади, и летом, и зимой посмотри на поляну то и дело, что зайцы вдоль и поперек сегают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся, пожалуй, и от нашего брата солоному жучку придется. Да, и за нами, за зайцами глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы при министерстве внутренних дел издаваемые новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою конетель разводил. И так прикинет, и этак смекнет, и все у него хорошо выходило. И что всего дороже, ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал. Он знал, что начальство не выслушавший его съест. А просто-напросто сам для себя любил солидно по зайчи обо всем рассудить. Дескать, не право о вещах тех думают шувалов, которые стекло чуть ниже минералов. Вот, мол, у нас как. Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделывает, а языком слово за словом точно горох так и сыплет. Нет, говорит, мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим, расставим верст на десять сторожей, да и горланим, а волк услышит, да и прибежит, кто о песне пел. Но тут натурально, кто куда поспел, успел улепетнуть, в другом месте пиво вари, не успел, съест тебя волк, как пить даст. И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха, правду ли я говорю? Коли не врешь, так правду говоришь, отвечала зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасную смертью погибли. Подлый народ, эти волки, это правду надо сказать. Все у них только разбой на уме, продолжал заяц. Сколько раз я и говорил, и в газетах писал, господа волки, вместо того, чтобы зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него заявил. Заяц, хош он и плодущ, однако ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк. Глядь, Анна Базарита вместо двугривенного заяц уж в полтину вскочил. А ка бы вы чередом пришли, господа мол зайцы, не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить? С удовольствием, господа волки. Эй, староста, гоня очередных. И шло бы у нас все по закону как следует, и волки, и зайцы все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны. Ах, господа, господа! Говорил, говорил заяц, и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалечку в траве что-то шуршит. Смотрит, анзайчиха-то его давно стричка дала, а лиса кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с зайкой собралась. Вон ты какой заяц умный, первая заговорила лиса, так ты сладко растобарываешь, что век бы я тебя слушала, и все бы слушать хотелось. Умен был заяц, а с первоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стричка дать, не то обдумывает. Вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть. Голодна, тетенька? Спросил он, стараясь как можно меньше робить. И что ты, господь с тобой? Да я присытехонька. Разве потом что будет, а теперь и боже меня сохрани. Здравствуй, зайка, будь здоров. Села лиса по-собачьему, и зайку присесть пригласила, и он ножки под себя поджал. Поджал сердешный, и все сам с собой рассуждает. Как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло? Всякому зверю свое житье, льву львиное, лисе-лисье, зайцу-зайче. Ну-тка, вывози теперь зайче житье. А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да знай, заиньку похваливает. И откуда ты к нам такой филозоф пожаловал? Недавно я, тетенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо, и семейство у меня было, и обзавединиться, и все такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омете припеваючи прожили. Днем спим, а ночью клинков да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло. В лес бы собираться на дачу пора, ангнам в омет волк пожаловал. Какие такие звери? По какому виду? С чьего разрешения? Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами слышала я об этом. Волк то мне кумом приходится так сказывал. На меднесть говорит, я целое зайча гнездо разорил, а заяц убег. Так как бы нам кума его разыскать? Ан-то и вот он он. Смотри, жену-то чай жалко было. Уж и не помню. Вижу, что надо бежать и побежал. Прибежал, смотрю, зайчиха вдова сидит. Давай, мол, жить и стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять исправно, а теперь вот она убежала, а я остался. Ах ты, горюн, горюн, ну, дай срок, мы ее изымаем. Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку, он, однако, сделал вид, что не заметил, повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась. И швить, солнце жарит, лениво пробормотала она, словно дело делает. Сем я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай. Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтобы лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать. Я, тетенька, непривередлив, говорил он, я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуешься, глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому за три-девять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и непонимающий все-таки бегул. Все одно, как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него тук-тук. Ступай, дядя Михей, с подводой. На дворе мятель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прет двадцать верст около саней пешком. Через сутки гляди, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене платок на голову, всем вообще слезы. Спроси его, что сие означает, он тебе ответит, означает сие мужицкую жизнь. Так то и мы, зайцы, жить живем, а рук на себя не накладываем, всегда мы готовы, так ли я, тетенька, говорю. Лиса вместо ответа тихо лайнула точно во сне. Заяц искосо взглянул на нее, не спит ли, мол, тетенька. Не было ли у него при этом на уме в случае чего стричка дать? Наверное, сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако, хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги подлая распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает. «Расскажу я тебе», продолжал он, «как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть, смаршировать ли, в барабан ли зорю отбить? На все дядя за первый сорт был». Ездят бывало вдвоем по базарам, представления показывают, а им кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок Христа ради подаст. Так вот этот самый солдат житье свое дяде рассказывал. «Жил я, говорит, в дому у родителей и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попиваю, трубочку покуриваю, вдруг десятский на двор. Ступай, Семен, в волосную, тебя в солдаты требуют». Я в чем был, в том и ушел. Хорошо, что трупк-то в штаны спрятать успел. Ушел до двадцать лет после того и пропонтировал. Сноска. Заяц очевидно говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше двадцати лет, и когда рекрутов из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. А через двадцать лет воротился в свое место ни кола, ни двора чисто. «Так вот оно», прибавил рассудительно Заяц, «мужич эта жизнь как оборачивается. Сейчас он мужик, а сейчас солдат, и то, и другое житьем называется». «Так-то вот и с нами зайцами не уж-то ж и вас в солдаты отдают?» спросила лиса, точно сейчас проснулась. «Нет, нас едят», ответил Заяц как можно веселее. «Я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты, хуже старинной гарнизы, которую славный генерал Бибиков негодницей звал? И дядю-то твоего поди солдат под конец съел? Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал, пришел домой, а зайчей работы работать не может отвык. И тетка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал, пойду в село на базар, буду комедии представлять. Да только что зачал кавалерийскую рысь на барабане отхватывать его собаки и разорвали. И по делам, зачем публику беспокоил? Впрочем, ведь дядя-то твой чай и зараньше знал, что когда-нибудь досъедят его не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что, скажи мне, лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихий чай? В нашей стороне лисицы, нужно, правду сказать, даже очень лихий. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу у меня в глазах охотничек заполивал. И признаться, заяц хотел было сказать, обрадовался, но спохватился и оробел. Однако леса отгадала его мысль. Вот ведь ты кровопивец какой! Укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь. Ах! взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился. Это я ваше высокое степенство о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы сказывают добрые. Ойли! Верно говорю, в прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми слышь воспитала, вырастила, значит, и выпустила. Где ж он теперь, сиротка-то ваш? Кто его знает, где он теперь? Пропал будто. Поворовывать, говорят, начал, скружился, и лисицу молоденькую соблазнил, за это будто бы его старуха-лисица съела. Я его съела, я, та самая лисица и есть, о которой ты слышал, только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела. Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом не торопясь встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца, а теперь как ты полагаешь, кого я есть буду? Умен был заяц, а не угадал. Или лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло, вот оно, зайчь, это житье начинается. Но ему смерть, не хотелось даже самому себе признаться в этом. Не знаю, ответил он, однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась. Вот ты какой лгун, сказала она, мне про тебя и не весь чего наговорили, и филозоф то ты, и сердцеведец то, а выходит, что ты самый обыкновенный плохой зайчонка. «Тебя буду есть, тебя, сударь, тебя!» Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед за тем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать. «А может быть, ты помилуешь?» в полголоса сделал робкое предположение заяц. «Час от часу не легче!» еще пуще рассердилась лиса. «Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой фофен ты этакой под одним небом живем, чтобы в помилование играть? А? Ну, тетенька, примеры-то эти бывали!» настаивал заяц, все еще хорохорясь, но тут же, впрочем, упал духом и затосковал. Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик, вышнего града взыскуя, как он по целым суткам в дупле неевши дрожал, как однажды от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да благо, в ту пору великий пост был, мужик от его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих любушек, как он вместе с ними зайчат зоблил и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил, «Ах, как бы пожить, ах, как бы хоть чуточку еще пожить». Алиса тем временем и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила. «Слушай, подлый зайчишка», сказала она, «Я ведь думала, что ты в самом деле филозоф, а тебя между тем вишь, как от одной мысли о смерти коробит». Так вот, я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сожжения вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя нагоденка этакого целых пять минут смотреть, а ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть, твоя взяла. Не успеешь, сейчас тебе резолюция готова. «Ах, тетенька, где уже мне? Глупый, ежели и не улизнешь, так все-таки время проведешь, делом займешься, потрафлять будешь, ан тоски-то и убавится, все равно, как солдат на войне, потрафляет, да потрафляет, смотришь, ан и пропал». Заяц подумал, подумал, и должен был согласиться, что леса хорошо придумала. Между делом быть съеденным все-таки вольготнее, нежели в томительно праздном ожидании. Настоящая эта заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку, бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут. «Ничего ты не понимаешь, что с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали», соображал заяц и машинально прибавил. «А может быть?» «Ну, эти фантазии-то ты оставь», предупредила его леса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове. «Ты лучше уж без фантазий. Раз, два, три, Господи, благослови, начинай!» Сказавший это, леса отошла на четыре сожжения вперед, предварительно посадивший зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее. Села лисица и занялась своим делом, словно и не видеть зайца. Но заяц немало не сомневался, что если бы она еще на четыре сожжения вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал. Несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования. Но уверенность, что лиса, и не видя все видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее, лиса все-таки была по-своему права. У зайца действительно нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило. Наконец, урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела. «Ну, теперь давай зайц играть!» предложила лисица. Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца, то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается, не простить ли, мол. Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся взаправду, то все-таки лапками закрывался, вережал. Но через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова. «Всякому зверю свое житье, льву львиное, лисе лисье, зайцу заячье». Конец секции 14 Здравомысленный заяц Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Секция 15 Либерал В некоторой стране жил-был либерал, и при том такой откровенный, что никто слова не молвит, а он вовсе горло гаркает. «Ах, господа, господа, что вы делаете? Ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а напротив, все говорили, «Пускай предупреждают, нам же лучше». «Три фактора, говорил он, должны лежать в основании всякой общественности свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве. Вот как мыслил либерал. И надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе, это от того, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущение или какая-нибудь фантасмагория. Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности. Но этого мало. Либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться подсенью излюбленных им идеалов. Хотя это стремление перевести идеалы из области эмбиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать и простачком где нужно прикинуться и бескорыстием щегольнуть. А главное никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только по возможности. Конечно, выражение по возможности не представляло для его ретивости ничего особенно лесного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того он знал, что идеалы его одушевляющие имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? Обеспеченность? Самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти в своей общности могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но благо осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства принести не могут. Чтобы достичь этого влага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то при размене на мелочи и вырабатывается само собой это выражение по возможности, которое из двух приходящих в соприкосновение сторон одну заставляет в известной степени отказаться от замкнутости, а другую в значительной степени сократить свои требования. Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, припоясался на брань с действительностью и, прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям. Свобода, ведь, кажется, тут ничего предусудительного нет, спросил он их. Не только непредосудительно, но и весьма похвально, ответили сведущие люди, ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы, в действительности мы только об ней и печалимся, но, разумеется, в пределах. В пределах, понимаю, а что вы скажете насчет обеспеченности? И это милости просим, но, разумеется, тоже в пределах. А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности? Его только и не доставало, но, разумеется, опять-таки в пределах. Что ж, в пределах так в пределах. Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка, совраса без узды, он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь. А с уздою святое дело. Идет соврас и оглядывается, а ну-ка я тебя, соврас, кнутом шарахну. Вот так? И начал либерал в пределах орудовать. Там урвет, тут урежет, а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались. Действуй, поощряли они его, тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся, и будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя козла в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен. Вижу-то, вижу, соглашался либерал, но только как мне стыдно свои идеалы ломать. Так стыдно, ах, как стыдно, ну и постыдись маленько, стыд глаза не выезд, зато по возможности все-таки затею свою выполнишь. Однако, по мере того, как либеральная затея по возможности осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано, с другой стороны, недостаточно созрело, к восприятию неготово. Не в моготу нам твои идеалы, говорили либералу сведущие люди, неготовы мы, не выдержим. И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал так не горько ему было, должен был согласиться, что действительно в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех. Не лезет в штаны, да и баста. Ах, как это печально, роптал он на судьбу. Чудак, утешали его сведущие люди, есть отчего плакать. Тебе что нужно? Будущее за твоими идеалами обеспечить? Так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты ради Христа, ежели нельзя по возможности, так удовольствуйся тем, что отвоюешь хоть что-нибудь. Ведь и хоть что-нибудь свою цену имеет. Помаленьку, да полегоньку, не торопясь, да Богу помолясь, смотришь, а над одной ногой ты уж и в капище. В капище-то с самой постройки его никто не заглядывал, а ты взял, да и заглянул. И зато Бога благодари. Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя по возможности, так хоть что-нибудь старайся урвать. И на том спасибо скажи. Так либерал и поступил и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможно какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и так далее. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде, нежели дасть плод сторицею. Так же и тут, в погоне за идеалами, посадил в землю хоть что-нибудь, сиди и жди. И точно, посадил либерал в землю хоть что-нибудь, сидит и ждет. Только ждет, пождет, а не прозябает хоть что-нибудь и вся недолго. На камень оно что-ли попало, или в навозе сопрело, поди разбирай. Что за причина такая, бормотал либерал в великом смущении. Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко, отвечали сведущие люди, а народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить. Помилуйте, что уж теперь о чистоте говорить? С каким я запасом-то в путь вышел, окончил тем, что весь его по дороге растерял, сперва по возможности действовал, потом на хоть что-нибудь съехал. Неужто можно и еще дальше под гору идти? Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, применительно к подлости? Как так? Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим прекрасно. Только ежели ты хочешь, чтобы мы вас чувствовали, то действуй применительно. Ну, значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим, мы, брат, тоже травленные волки, прожектеров-то видели. На меднесть генерал крокодилов вот это так же к нам отъявился. Господа, говорит, мой идеал кутузка, пожалуйте. Мы с дуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом. Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают. Ведь эдак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи, вразуми! А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны стали его понуждать. Коли ты либерал, заварил кашу, так уж не мудри вари до конца. Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори. Действуй! И стал он действовать и все применительно к подлости. Попробует иногда грешным делом в сторону улизнуть, а сведущий человек сейчас за рукав. Куда, либерал, глаза скосил? Гляди прямо! Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспеяния применительно к подлости. Идеалов и в помине уж не было, одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал. Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам якос столб невредим стою, сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь, я и опять молодец молодцом. А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали. Именно так! И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. «Откуда? С чего?» Взглянул либерал наверх, не дождик лимал, однако видит, что в небе не облако и солнышко, как угорелое на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрения положить нельзя. «Что за чудо?» говорит приятелю либерал. «Дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят». «А видишь, вон за углом некоторый человек притаился», ответил приятель, «это его дело. Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он применительно к подлости из-за угла и плюнул, а на тебя ветром брызги нанесло». Конец секции пятнадцать Либерал Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Секция шестнадцать Баран непомнящий Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека, их настоящие родоначальники неизвестны. Брем Были ли когда-нибудь домашние бараны вольными, история об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собой ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других для сала, третьих ради теплых овчин, четвертых ради обильной и мягкой волны. Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месяцки, предлагаемых ему в пищу. Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, ни одну месяцку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал. Стал он припоминать, что такое случилось, но хоть убей ничего, вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали и осталось в нем, но никакого определенного очертания ни одного живого образа. «Овца! А овца! Что я такое во сне видел?» спросил он, лежащую рядом овцу, которая, якобы истину овца, отроду снов не видала. «Спи, выдумщик!» сердито отвечала овца. «Не для того тебя из-за моря привезли, чтобы сны видеть да модника из себя представлять». Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Сазон-Тыч Ростаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтобы от него поколение умных баранов пошло, а для того, чтобы он создал для своего хозяина стадо тонкорунных овец. И в первое время по приезде его на место баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да поживал. Что же касается до вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут бараньи головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Сазонтыч и сам нарадоваться на него не мог и соседей любоваться водил. Смотрите! И вдруг этот сон. Что это был за сон баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него по-видимому тот же и корм тот же и то же стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования, а ему ни до чего, как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дело блеет. Что такое я во сне видел? Растолкуйте мне, что такое я видел? Но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия. К его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозофом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели моветон. С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом шленской породы барани, который перед тем четыре года сряду имя помыкал. Но под конец за выслугу лет был определен на кухню и там без вести пропал. Видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли. Тот это был настоящий служилый баран. Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава и больше ничего знать не хотел. И что же? Его старого и испытанного слугу уволили, а на его место определили какого-то празднолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они овцы между тем ходят яловы. Совсем нас этот аглицкой олух не совершенствует, жаловались овцы овчеру Никите. Как бы нам за него зафофана перед Иваном Сазонточем в ответе не быть. Успокойтесь, милая, обнадежил их Никита. Завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем, шелковой будет. Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел. С этих пор сны не покидали его, не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая день или ночь на дворе. И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы министрами называли. Так что всякий, кто не пройдет мимо, непременно скажет, не на скотном дворе этому барану место, ему бы бурмистром следовало быть. Тем не менее, сколько он не подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными. Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние. Но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы, и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу, а теперь ходил ошеломленный, чего-то сдуру искал, а чего именно сам себе объяснить не мог. Баран, да еще меланхолик. Что, кроме ножа, может ожидать его в будущем? Но кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания от тьмы к свету встревоженной бессознательности. Пристегнутая внезапной жаждой бесформенных чаянии бедное подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем и не знает, ради чего это пламя зажглось. Оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлева, что за этими стенами открываются светлые радужные перспективы и не умеет наметить даже признаки этих перспектив. Оно предчувствует свет, простор, свободу и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода. По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло. Ниоткуда не видел он ни сочувствия, ни ответа. Овцы с испугу жались друг к другу при его приближении, овчар Никита, хотя, по-видимому, и знал нечто, но упорно молчал. Это был умный мужик, который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому. «Коли ты в бараньем сословии уродился, говорил он солидно, вьем, значит, и живи». Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно сословие-то его и мучило, не потому, что ему худо было жить, а потому, что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое сословие. Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею. Тем не менее, с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью клею, а напротив скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой. Баран, очевидно, с предвзятым намерением с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность. В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и, наконец, сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что, ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье, вовсе баранам несвойственное, но в то же время, как многие инстинктивно догадывались, делающие ему лично великую честь. Сам Иван Сазонтыч сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле нож. Но Ростаковский упорно отклонял это предложение. «Плакали мои денежки», говорил он, «но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет». И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь. Тишина стояла кругом непробудная. Не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении. В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении как бы прислушиваясь и всматриваясь простоял он несколько минут и затем сильное потрясающее блеяние вырвалось из его груди. Заслышав эти торжественно агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и слаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох, он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов. Еще минута и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним и он мертвый рухнул на землю. Иван Сазонтыч был очень смертью его огорчен. И что за причина такая, сетовал он вслух. Все был баран как баран и вдруг словно его осетило. Никита, ты пятьдесят лет во вчерах состоишь, стало быть, должен дурью эту породу знать. скажи, отчего над ним такая беда стряслась? Стало быть, вольного барана во сне увидел, ответил Никита. Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог. Вот он сначала затасковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает. Но Иван Сазонтыч от дальнейшего объяснения уклонился. Сие да послужит нам уроком, похвалил он Никиту. В другом месте из этого барана может быть козел бы вышел, а по нашему месту такое правило, ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно, и всего у тебя будет довольно и травы, и сена, и месяцки, и овцы к тебе будут ласковы, так ли, Никита? Это так точно, Иван Сазонтыч, отозвался Никита. Конец секции 16 Баран непомнящий Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция 17 Коняга Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпрек его и пустил покормиться. Но Коняга не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком. В великую силу они с мужичком ее одолели. Коняга обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпеченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понура, грива на шее у него свалялась, из глаз и ноздрей сочится слизь, верхняя губа отвисла как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-день ской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает, зимой вплоть до ростопели произведения возит. А силы Коняги набраться неоткуда. Такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мягонькой поживиться, а зимой перевозят на базар произведения и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонят, его жердями на ноги поднимают, а в поле ни травинки нет, кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел. Худое конягино житье, хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выйдут оба с сахой в поле, ну, милый, упирайся, услышит коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжны, вывози! А за сахой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в саху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы саха не слукавила, а греха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец, и оба дрожат, вот она, смерть пришла. Обоим смерть, и коняги, и мужику, каждый день смерть. Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит, юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении по обе стороны его поля сторожат. Нет конца полям, всю ширь и даль они заполонили, даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные, они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вон он, человек вдали идет. Может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет, и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет. Из века в век цепенеет грозная неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача, мужику да коняги. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдала, той силы, которая разрешила бы узы мужику, а коняги исцелила бы наболевшие плечи. Лежит коняга на самом солнечном припеке. Кругом не деревца, а воздух до того накалился, что дыхание в гортане захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли коняга или помирает, нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что все нутро у него от зноя до от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал. Дремлет коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная, подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным конягой, и тянут его за собой все дальше и дальше в бездонную глубь. Нет конца полю, не уйдешь от него никуда. Исходил его коняга с сахой вдоль и поперек, и все-таки ему конца краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном, оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя. Сейчас оно помертвело, сейчас опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор, для коняги оно кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему сквозь дремоту слышится окрик. «Ну, милый, ну, каторжный, ну!» Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на конягу потоки горячих лучей. Никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз. Для всех природа мать, для него одного она бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов, никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастья. Пускай солнце наполняет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию, бедный коняга знает о нем только одно, что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь. Нет конца работе. Работой исчерпывается весь смысл его существования. Для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмериваются ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихи калечат его, никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная вносить иго и работы. Сколько веков он несет это иго, он не знает. Сколько веков предстоит нести его впереди, не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа. Самая жизнь коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же, побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своей кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же безымянный коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и не истребимая. Нет конца жизни, только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутала конягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? Вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее. Но может быть и оно останется столь же нема и безучастна, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто с первого взгляда не скажет, что коняга и пустопляс одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло. Жил во времена оны старый конь, и было у него два сына коняга и пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а коняга неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но наконец рассердился и сказал, вот вам на веки вечные моя воля, коняги солома, а пустоплясу овес. Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали, а конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы хлопая зубами коняга, а пить вон из той лужи. Совсем было позабыл пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. Надоело, говорит, мне стоило теплое, прискучило сыто медовое, не лезет в горло пшено ярое, пойду проведаю, каково-то мой братец живет. Смотрит, он братец-то у него бессмертный, бьют его чем ни попадя, а он живет, кормят его соломою, а он живет, и в какую сторону поля не взгляни, везде все братец орудует, сейчас-то его здесь видел, а мигнул глазом, он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама об него сокрушается, а его сокрушить не может. И вот начали пустоплясы кругом коняги похаживать. Один скажет, это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши вышелбани растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, коняга, делай свое дело, бди. Другой возразит, ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь. Что такое здравый смысл? Здравый смысл это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни, носит. И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит. Третий молвил, какую вы, однако, голематью городите? Жизнь духа, дух жизни, что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому коняга неуязвим, а потому, что он настоящий труд для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже в века рабства не могли победить. Трудись, коняга, упирайся, загребай, и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда. А четвертый, должно быть, прямо с конюшни от кабачика, присовыкупляет. Ах, господа, господа, все-то вы пальцем в небо попадаете. Совсем не от того нельзя конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а от того, что он спокон веку к своей юдали превышен. Теперь, реча, хоть целое дерево об него обломай, а он все жив. Вон он лежит, кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу представлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их коллег этаких по полю разбрелось, и все как один. Колечьте их тепереча сколько угодно, их вот ни на эсталька не убавится. Сейчас его нет, а сейчас он опять из-под земли выскочил. И так, как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят, поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но на счастье как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами. Но каторжный, шевелись! Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется. Смотрите-ка, смотрите-ка, закричат они вкупе и влюбе. Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает. Вот уж именно дело мастера боится. Упирайся, коняга! Вот у кого учиться надо, вот кому надо подражать. Но каторжный, но! Конец секции семнадцать Коняга Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция восемнадцать Кисель Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель, всем по нраву пришелся, всем угодил. Ах, какой сладкий кисель! Ах, какой мягкий кисель! Вот так кисель! Только и слов про него. Смотри, кухарка, чтоб каждый день на столе кисель был! И сами наелись, и гостей употчивали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа киселя! Вон он у нас какой, сам в рот лезет, ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался. Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал от того, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы он даже возмечтал. Стоит на столе, да знай себе пузыриться. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят, не зевай, кухарка, подливай!» Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее. Даже из подлого звания, которые маломальские вчины произошли, и те начали жалеи да бламанжеи предпочитать. «Помилуйте!» говорит один. «Что хорошего в этом киселе? Разве это еда? Попробуйте, какой он мягкой, да скриской, да сладкой!» «Отдадим ты, господа, кисель свиньям!» подхватил другой. «А сами уедем на теплые воды гулять!» «Нагуляемся в досталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся, кисель есть!» «Что же?» «Свиньи так свиньи!» «Право, киселю все равно, в каком ранге особо его ест, лишь бы ели!» засунула свинья рыло в кисель по самые уши, и на весь скотный двор чавкотню подняла. чавкает да похрюкивает, покатаюся, поваляюся господского киселя наевшись. Сытости подлая не знает, чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает, подливай! А ежели скажут «Был кисель да весь вышел!» Она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит, и уж где-нибудь да отыщет. Ела да ела свинья, и наконец все да капли съела. А господа между тем гуляли-гуляли, да и догулялись, догулялись и говорят друг другу «Теперь нам гулять больше не на что, ай да домой кисель есть!» Приехали домой, взялись за ложки, смотрят, а над киселя остались только засохшие поскребушки. И теперь все, и господа, и свиньи, все в один голос выпьют. Ели мы киселя про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? Ау! Конец секции 18 Кисель Сказки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Эта запись Лебри-Вокс является общественным достоянием. Секция 19 Праздный разговор Нынче этого нет, а было такое время, когда и между сановниками вольтерианцы попадались. Само высшее начальство этой моды держалось, а сановники подражали. Вот в это самое время жил-был губернатор, который многому не верил, во что другие по простоте верили, а главное не понимал, для какой причины губернаторская должность учреждена. Напротив, предводитель дворянства в этой губернии во все верил, а значение губернаторской должности даже до тонкости понимал. И вот однажды уселись они вдвоем в губернаторском кабинете и заспорили. «Между нами, будь сказано, решительно я этого не понимаю», сказал губернатор. «По моему мнению, если бы нас всех губернаторов без шума упразднить, то никто бы и не заметил». «Ах, вашество! Как вы так выражаетесь?» возразил ему удивленный и даже испуганный предводитель. «Разумеется, я это конфиденциально, но ежели говорить по совести, то опять-таки повторяю положительно, я этого не понимаю. Представьте себе, живут люди мирно, бога помнят, цариц учтут, и вдруг к ним губернатор. Откуда? Как? Что за причина? А та и причина, что власть, урезонивал его предводитель, нельзя безоны. Вверху губернатора, посередке исправник, внизу Тысяцкий, а по бокам предводители, председатели, воинство. Знаю, но зачем? Вы говорите Тысяцкий, хорошо, Тысяцкий это, который при мужике, понимаю и это. Теперь представьте себе, живет мужик, поле работает, пашет, косит, плодится, множится, словом сказать, круг жизни своей производит, и вдруг, откуда-то, из-под низу Тысяцкий. Зачем? Что случилось? Не случилось, но может случиться вашество. Не верюс. Ежели люди живут в свое удовольствие, зачем для них Тысяцкий? Ежели они тихим манером нужды свои справляют, Бога помнят, царицу чтут, что тут случиться может, кроме хорошего, и что Тысяцкий может в данном случае устроить или присовокупить. Даст Бог урожай, будет урожай, не даст Бог урожаю, и так как-нибудь проживут. Причем тут Тысяцкий? Разве он может хоть колос единый в снопе убавить или прибавить? Нет? Он налетит, намутит, нашумит, до того, глядив заключение, еще вострок кого-нибудь посадит, только и всего. Ну, не даром же посадит, а тоже за что-нибудь. Однако согласитесь, что если б его нелегкая не принесла, все шло бы без него своим чередом, и никакого бы что-нибудь не случилось. Во всяком случае, во строге никто бы не сидел. А как только он появится, так тотчас же вслед за ним и что-нибудь явилось. Ох, вашество! Ведь и Тысяцкие разные бывают. Вот у нас, например... Нет, вы меня выслушайте. Я не об личностях веду речь и не парадоксами перед вами щегольнуть хочу. Я по опыту эту музыку знаю и даже на самом себе могу пример показать. Уезжаю я, например, из губернии, и что вдруг случилось? Не успел я за заставу отъехать, как вдруг во всей губернии наступило благорастворение воздухов. Полицмейстер не скачет, квартальные не бегут, городовые не усердствуют. Даже и простецы, которые и о существовании моем досконально не знают, и те чувствуют, что из их жизни исчезла какая-то запятая, от которой им во всех местах больно было. Что сей сон означает? Спрашиваю я вас. А то, государь мой, что мой заступающий не все то может сделать, что я могу, и что следовательно и служащим, и обывателям на всю эту разницу легче стало. Но вот я возвращаюсь опять к своему посту. Шум, треск, езда, беготня. Кто в фуражке ходил, бежит в треуголке. Кто в полном удовольствии месяц прожил, снова приходит в унылость. Все видят впереди бесконечную распостылую конетель. Да впрочем, что же много об этом толковать? Вы на себе, наверное, хоть отчасти да испытали. Действительно, предводитель вспомнил, что и за ним в этом роде грешок водился. Как только бывало губернатора за ворота, так он сейчас «Эй, Тарантас!» и марш в деревню. И ходит там без оных, покуда опять начальство к долгу не призовет. Только одну проформу и соблюдет, что, едучи мимо вице-губернаторской квартиры, зайдет на минуту к заступающему должность и условится. «Уж вы, Арефий Иванович, коли что случится, гонца пришлите». «Чему случится? С Богом!» «Ну так прощайте, Капитолине Сергеевне кланяйтесь, пожевеливай». Только его и видели. «Есть тот грех», сказал он, «Только все-таки не от того». «Просто отдохнуть хочется, вот и пользуешься». «То-то, что отдохнуть?» «А кто отдохнуть помешал? Разве в отдыхе грех какой? Никакого греха нет? А просто мешал, потому что он губернатор только и всего?» «Теперь пойдем дальше. Замечали ли вы, как партикулярные люди о губернаторе отзываются, когда похвалить его хотят?» «Это говорят, хороший губернатор, он сидит смирно, никого не трогает». «Вотс». Стало быть, что всего более в губернаторе любезно, это ежели он благосклонно бездействует. И в самом деле рассудите по совести, в чем его вмешательство в обывательских делах пользу принести может. Приехал он в губернию чуженин чуженином, это раз. Обучался он, может быть, чему-нибудь, да только не тому, чему следует, это два. Затем статистики он не знает, этнографии не разумеет, нравы и обычаи не при нем писаны, где какая река, куда течет, почему и в каком смысле, это он разве тогда узнает, когда раз пять вдоль и поперек губернию и сколесит, о железных дорогах знает только, когда и куда какой поезд отходит, чтобы в случае чего не опоздать, а зачем дорога построена, сколько в прошлом году доходов собрано, сколько в нынешнем, где и какую питательную ветвь надо провести, все это для него темна вода во облацах. И можно бы все это узнать, и сведения все под руками, да неинтересно и не для чего. Ничего из этих сведений не выйдет. Сноска. Само собой разумеется, что это только в сказке возможно. Или насчет торгов, ремесл, промыслов, сапожное там ремесло, огороднический промысел, в одном месте рогожи ткут, в другом косы, серпы куют. Зачем? Почему? Где раки зимуют? Вашество! прервал предводитель расходившегося губернатора. Да ведь я обыватель здешний, а и я этого ничего не знаю. Вы другое дело, вы предводитель. Подают вам за столом говядину, вам и нужды нет откуда она. Была бы съедобна только и всего. А я губернатор, я должен все знать, меня нет-нет, да и спросят, в каком, мол, положении у вас огородничество. Да, по нынешнему времени всего ожидать можно. Нынче, батюшка, чтобы всякая копейка на счету стояла, чтобы все, из чего извлечь, можно, где бишь оно? Не полезно ли, мол, обложить? Вот нынче как. Ну, и отвечаешь на всякий случай, чтобы без хлопот. Оставляет, мол, желать многого. Да, а между тем капуста у нас. То-то капуста. А я только недавно об этом узнал. На меднись подают качан. Я думал, он из Алжира, а он из Поздеевки. Из Поздеевки, это верно. Там и морковь, и репа, всякий овощ. Так-то всегда у нас. Мы по Эмсам, да по Мариенбадам воду пить ездим. А у нас в Поздеевке своя вода есть. Да еще лучше, потому что от Мариенбадской воды желудок расстраивается. А скажите-ка, кто Поздеевскую капусту завел? Небось губернатор? Как бы не так. Мужичок сударь. Побывал во времена он и какой-нибудь Поздеевский Семен Малявка в Ростове посмотрел, как тамошние мужики капустную рассаду разводят, да и завел, воротясь домой, у себя огородец, а глядя на него и другие принялись. «Это так точно вашество», вынужден был согласиться предводитель. «И все у нас промыслы как-то местом ведутся. Тут благодать, а рядом нет ничего. Представьте себе, около этой самой Поздеевки деревня Развалиха есть. Так там о богородах и слыхом не слыхать, а все мужички до одного шерстобиты. Летом землю общим крестьянским обычаем работают, а зимой разбредутся кто куда и шерстобитничают. И тоже не губернатор завел, а побывал простой мужик Абрамка в Калязинском уезде и привез оттуда. Вот и понимаете теперь капуста, огурцы, шерстобитничество, сапоги, рогожи, все они, все обыватели. Вы думаете у вас в Растеряевке колокольню кто построил? Губернатор? А нет. Купец поликарп Агеев Парличев ее построил, а губернатор только на освящении был до пирог с визигой ел. Это верно. А Переславских сельдей кто первый коптить начал? Тоже верно, не губернатор. А семгу порок, а кольскую морожку, а ржевскую и коломенскую пастилу? Губернатор? А? Позвольте, вашество, но ведь кроме огородничества и поколей есть и других предметов достаточно. Например? Подати, например. Собирать их, взыскивать. А что такое подати, слыхали? Подати это, так сказать, свидетельство принадлежности, начал было предводитель, но запутался и умолк. То-то свидетельство. А как вы думаете, приятное это свидетельство? Смотрите-ка, за податьми приехал. Ах, как приятно! Диво бы секрет разведения муромских огурцов или копчения тамбовской ветчины привез, а то подать и выбивать. Да и как, позвольте спросить, я это свидетельство принадлежности осуществлю, ежели, например, у поздеевских мужиков капуста не родится? Какая моя в этом разе роль? Разошлю по исправникам циркуляр только и всего, а исправники наполнят губернию криком тоже только всего. Во всяком смысле, я понуждаю, не знаю, на какой предмет. Исправник кричит, тоже на какой предмет не знает. Что такое случилось? Куда скрылись казенные подати? Не урожай ли мужика обездолил? Пьянство ли одолело? Мироед ли к нему присосался? Или мужик сам капризничать начал, кубышку вздумал копить? Вот ведь сколько разных случаев может быть, да и все ли еще тут? А мы суетимся, гомим, знать ничего не хотим, чтобы были подати только и всего? Да, это так точно. И нагамят, и нашумят, и даже под рубашку заглянут. А какой в том результат, сами не знают, грустно подтвердил предводитель. Оба собеседника на минуту задумались. Первый очнулся предводитель. Он, по-видимому, еще не отчаивался, и у него уже назрел было вопрос о народной нравственности, о просвещении, науке, искусство, как губернатор словно угадал его мысли и так строго взглянул на своего собеседника, что тот мог вымолвить только о народное продовольствие. И вам не совестно, вместо ответа спросил его в упор губернатор. Предводитель покраснел. Он вспомнил, как в начале года он в качестве председателя земской управы разъезжал по властям и так далее. Вспомнил и застыдился. Так неужто же наконец воскликнул он и вдруг нечто вспомнил. Позвольте, вот вам предмет содействия к соединению общества. Какого такого общества? здешнего с? Хм, так вы думаете, что я соединяю здешнее общество? И вы вашество? И супруга ваш Лукерья Ивановна? Лукерья Ивановна, может быть, но я нет. Меня увольте. Да и кому наконец этот предмет нужен соединение общества? Да еще здешнего. Собеседники окончательно умолкли. И может быть, им пришлось бы очень неловко, если бы на выручку не явился из губернского правления казначей. Это было 30 число месяца. В этот день, как известно, производилась некогда получка жалования, и казначеи всех ведомств являлись к начальникам с денежными книгами, которые очищались расписками в получении. губернатор принял от казначея пачку, не торопясь пересчитал деньги, положил их на стол и расписался. Ну-с, а это-с, пошутил предводитель, указывая на пачку. В каком же смысле следует понимать это? Да. То есть вы хотите сказать это? Переспросил губернатор, как бы очнувшись. Да-с, это-с, именно оно самое, это-с. Хм, это? Это воздаяние. Конец секции 19 Праздный разговор. Продолжение следует...